Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июля 2016 года четверг, по одному из старинных 13-й день месяца получения дорог природы 7524 лета шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Естественное правильное детское питание» и автор-соведущая Наталья Чернова. Здравия тебе, Наталья! Всем здравствуйте! Мы с тобой поговорили в прошлом эфире про беременность, роды. И вот, наконец-то, когда все случилось, ребеночек у нас на руках, надо понимать, чем и как его кормить. Думаю, как раз вот этому тема и будет посвящена, которую ты предложила в эфире. Правильно? Да, верно. На самом деле, родить и выносить ребенка – это только самая первая ступень. Она, конечно, одна из самых важных, поскольку вся закладка иммунных процессов, иммунитета будущего, конечно, именно в период внашивания. Но питание первого года жизни от ребенка, то, насколько вы уделите этому внимания, насколько вы внимательно будете относиться к каждому нюансу, значит, это, пожалуй, будет залог вообще на ближайшие десятилетия буквально. Я не преувеличиваю абсолютно, поскольку формирование многих органов, костной системы, например, оно идет на протяжении целого года, да, и дальше продолжаясь, до двух лет даже. В идеале, если хотя бы год, вы будете за этим следить, ну так скажем, тщательно. Хотя, ну это я очень, конечно, утрирую, то есть нет такого понятия, год следим, а год что не следим. Просто, как правило, когда ребенок начинает переходить на какие-то продукты, это где-то после полугода, то люди обычно расслабляются. Вот, и здесь начинаются первые проблемы. Если вы обратите внимание, то стандартно питающиеся родители, вообще стандартные вот семьи, да, у них начинаются проблемы с детьми, как правило, где-то с полугода. Вот, это связано, конечно, с прикормом, поскольку, ну, он совершенно неправильный, то есть люди начинают давать те продукты, которые употребляют сами, ну, почему это не так, и почему это неправильно, и к чему это может привести, я постараюсь сегодня в рамках эфира рассказать. Вообще, вот такая вот детская тема, как бы, так как я занимаюсь медициной, да, и вот детская тема такая уже таким пластом легла, когда в мою жизнь, поскольку люди начали обращаться, чтобы перенять опыт, потому что не болеющий ребенок вообще в течение этого года вызывает у людей, ну, я не помню с этого слова, шок, то есть вот на самом деле шок, потому что что-то, наверное, колдуны какие-то, вы понимаете, то есть абсолютно, там, когда у ребенка нет, там, насморка, когда у него, там, нормальный стул, это вызывает вообще, ну, то есть то, что есть нормой, вызывает у людей вопрос, что-то не так, то есть когда у них все не так, да, то, значит, это вопросов не вызывает. Но, к сожалению, вот такая у нас реальность, поэтому моя задача, как бы, сегодня, вот, осветить основные вопросы, во-первых, это как подготовить ребенка вообще к, ну, будем называть так, максимально адекватному детскому питанию, потому что можно называть по-разному, там, кто-то, кому-то можно сразу переводить ребенка на средний, как будто нельзя, почему это можно, кому-то, кому-то нельзя, я тоже позже это объясню, вот. Вот, назовем это веганством, назовем это растительным рационом, или, там, здоровым рационом, как угодно. А потом, второй момент, который бы хотелось сегодня осветить, это очень важный момент, очень важный, это обзор промышленного детского питания. Значит, к сожалению, сегодня возникают ситуации, когда приходится к нему прибегать, вот, к этому детскому питанию. Чем заменить, можно ли заменять, можно ли не заменять, что вообще с этим всем делать, вот я постараюсь это вопрос объяснить. Вот, потом, третий момент, это, как правильно приучить ребенка к нормальному, естественному, сырому продукту. Потому что, если вы этого не сделаете в первый год жизни, то вам очень сложно будет объяснить ему и вообще приучить его к этому продукту. Поскольку, если ребенок попробует первый раз вареный, например, помидор, а вы потом ему предложите сырой, он его отвергнет, поскольку вкусовый рецептор, вы ему сразу видоизмените, вот так вот. Вот, ну, это об этом тоже постараюсь чуть позже рассказать. Потом, следующий момент, который часто задают вопросы, то есть я вот сегодня собрала такой максимальный, скажем, комплект вопросов, которые мне задают чаще всего, вот. Поэтому, чтобы все вот на них послушали ответы такие детальные. Значит, питьевой режим один из самых важных. Многие почему-то забывают давать ребенку воду, они думают, что почему-то они ее не хотят, или она им не нужна. На самом деле, зачастую дети плачут не потому, что они есть хотят, не пить хотят, вот. Ну, мы об этом тоже поговорим. Ну, и, конечно, следующий завершающий момент, который сегодня хотелось бы озвучить, это как, собственно, при всем вот этой вот палитре вопросов, с которыми надо как-то жить, и с ними как-то взаимодействовать, как это все, в общем, адаптировать в социуме, и не выглядеть каким-то вообще неандертальцем, и при этом уберечь, в общем-то, недоброжелателей ребенка, и постараться как-то взаимодействовать вообще с внешним миром, потому что, конечно, это сложно для людей, особенно, которые еще сами-то не готовы, да, особенно на этот путь встать. А тут еще и как бы надо ответственность взять за маленькое существо. Поэтому вот такие вопросы, я вот рекомендую, кто слушает эфир, сразу формируйте вопросы в рамках этой тематики, потому что зачастую бывает такое, что вопросы как бы не из этой темы, и мы как бы отвлекаемся от ветки, и у нас получается такой вот... Потом мне люди пишут, а вот вы озвучивали, но не договорили, но мы как бы в рамках этого эфира и не будем ничего по-другому говорить, потому что тема очень серьезная, очень большая, вот, и, в общем-то, наверное, важнее, наверное, ну, вряд ли что-то есть, чем на здоровье маленького вообще только родившегося поколения. Наталья, я думаю, что тебя без вопросов дополнительных я не оставлю, даже если вообще чат отвалится, потому что у меня пример вот прям на глазах, что происходит с новорожденными детьми, и как это все устроено, и как мама и папа мучаются, сами не понимая, что происходит. Вот ты, когда в чате, когда в анонсе указала дополнительные темы, то там понятно, о чем будет идти разговор, о том, что надо вегана воспитывать, а не всеядного такого человека помойку, в которую все заваливают, и от этого будет зависеть здоровье ребенка. Но хорошо, веган – это все здорово, но у нас же есть распространенные мнения, что, во-первых, те, кто не то, что там веганы, а кто вегетарианцы, это несколько больные люди, а уж веганы – это вообще наголо, конкретно сдвинутая кукушка улетела. Но если уж мы там берем парноедов, то это вообще сразу расстрел. Ладно, парноедов не трогаем и так далее. Но все-таки большинство же родителей, они живут в обычной среде, у них рацион привычен. Ну, что такое рацион? Это картошечка, мясо обязательно, хоть чуть-чуть, хоть раз в день, ну, обязательно. Ну, есть какие-то там субпродукты, сосиски, сортельки, ветчина и все остальное, но это сам Бог велел, а почему бы и нет, да? Пельмешки и прочее – это тоже нормально. Ну, и так далее. Пережаренное, переваренное, где масло стекает – это все хорошо. А тут ты говоришь, что ребенку не надо давать вареный помидор, там, жареный какой-то салат или что-то еще. Так что здесь надо понять сразу, разъяснить плюсы и минусы того, что вот ожидает родители, если сейчас они начнут приучать к тому, что в кавычках называется нормой. И это первое. Сразу вот объяснить, в чем плюсы. И второе. Многие родители, вот многие родители, которые берутся за голову, им понятно, что что-то в этом мире происходит не так, они начинают интересоваться нашим наследием, кто-то явно, кто-то так просто прислушивается, они понимают, что очень многое извращено, но пока еще работает эта вот система, она пока в голове очень плотно сидит и мешает до конца разобраться. И когда, например, вот мама, у которой месячный или двухмесячный ребенок, который от газиков там мучается, кричит именно от того, что распирает у него пупочек, да, там, животик во все стороны лезет, и там он каждые 15 минут пукает и какает, такой детской неожиданностью, вместо того, чтобы как положено ходить просто полноценно несколько раз в день, но он постоянно, вот пукнул, постоянно там меняет пеленки или там памперсы или там что-то еще, пукнул, опять бегут менять. Вот, и постоянно он кричит, постоянно реагирует то на погоду, то еще на что-то. Воды, естественно, тоже не дают, как я правильно объяснила, что надо будет давать. Он говорит, нет, врач сказал воду не давать, потому что желудочек там как у котенка с наперсток, если мы воды туда зальем, то что он тогда будет есть? И все доводы о том, что вода очень быстро впитывается и она нужна ребенку, это как бы не воспринимается. Ну, ладно, бог бы с ним. Вот давай, наверное, объясним, почему все-таки ты настаиваешь, что здоровье ребенка – это не вареная, не жареная, а в первую очередь сырая пища с малолетства, почему это нужно делать. И второе, объясним, что если мама сама питается неправильно, а ребенок еще не находится на диете, привычной ей, то есть вареная, жареная картошка с мясом, то в этом случае его будут постоянно мучить какие-то проблемы с животом и вообще со здоровьем. Вот давай это разъясним сразу, прежде чем нам разбирать все-все-все-все вот эти пункты, которые здесь обозначены. Да, я согласна, важный момент, поправка. Значит, ну, первое, расскажу, объясню как бы преимущества. Наверное, для того, чтобы понять преимущества, значит, я расскажу недостатки стандартного питания. Значит, ну вот и правильно сказал по поводу газика. Значит, начну вот с чего. Значит, самые стандартные вопросы, которые, вернее, проблемы, которые сопровождают детей первого года жизни, это, конечно, газики, отрыжка, постоянное срыгивание какое-то, какой-то нездоровый сон бесконечный, просыпание, какие-то кормления каждые два часа ночью. Это быть, конечно, не должно в норме. Вот, значит, я когда вот это все слышу, то есть до родителей почему-то не доходит, что это не есть норма. А не доходит почему? Потому что, ну, так ведется стандартная педиатрия. Вот откуда как бы ноги растут. То есть, ну, вот так, вот так бывает. Вот это как бы... То есть у нас, понимаете, вот я вам могу точно сказать, что из министерства всем медикам приходят почти ежегодно, а то, может быть, ну, даже бывает чаще, значит, нормы, например, там, норма крови анализа, или там нормы мочи, да, они постоянно снижаются, понимаете? То есть уровень больных людей, он постоянно повышается. То есть то, что было там, если вообще патологии страшнейшие, которые там надо уже в бубен бить вообще, и какие-то меры принимать, то сегодня уже норма. Вот, поэтому это же то же самое коснулось и детей, понимаете? То есть тут та же самая точная история. Поэтому, значит, вот эти стандартные проблемы, значит, отсутствие нормального пищеварения, то есть какая-то непереносимость даже маминого молока, а если непереносимость маминого молока, это вообще вот торба, вот буквально, то есть это маме просто плохо, всё, маме надо обязательно чиститься, вот, максимально быстро, потому что, потому что если она этого не сделает, то она мало того, что вырастет аллергика в будущем, то есть ребёнок не будет воспринимать нормальные продукты вообще, вот, ну, об этом дальше. Значит, поэтому вот эти все проблемы, которые я озвучиваю, газы, аллергии будущие в том числе, потом, значит, татрышки, какие-то вот бессонные ночи и прочее, прочее, прочее. Значит, всё это дело, потом насморк, да, бесконечный, вот эти какие-то, не помню научное слово, научное название этого объекта, ну, в народе называется, в общем, препарат, которым сопли вот вытягивают из детского носика. Это вообще, это, ну, это ненормальная ситуация. Понимаете, сопли – это продукт, насморк вообще, и всё, что связано с соплями, это продукт, в общем-то, гниения, то есть это гной, это абсолютно, ну, показанный факт, это вообще, все это знают, но почему-то ни у кого не вызывает вообще ужаса, что у ребёнка, там, в носовых пазухах при рождении, там, через месяц, через два, возникают какие-то гнойные выделения из носа. То есть понимаете, что происходит? То есть ребёнок высасывает этот гной из груди матери через молоко, вот, и потом его выделительная система, поскольку она очень мощная, поскольку все очистительные системы организма человека при рождении, они очень мощно работают. То есть чуть не то съели, чуть не то дали, то есть, ну, это как заправить машину не тем бензином, да? То есть, ну, чуть что-то не то, и при том, что организм достаточно чистый, он вот это всё чужое сразу выталкивает, он сразу показывает, что что-то не так, что-то не то, да? То есть обратите на это внимание. Поэтому, если вы питаетесь вот стандартным образом, там, как вам советуют все стандартные педиатрии, там, мясо, молоко, я про маму говорю сейчас, которая кормит грудью, значит, мясо, молоко, там, яйца, какие-то слизеобразующие крупы, ну, про сосиски и колбасы мы даже не говорим, это вообще не обсуждается. То есть, ну, как правило, стандартные педиатрии советуют придерживаться рациона мясо, молоко, там, яйца, картошка, ну, там, чуть реже, да, потому как газы может вызывать, крахмалы же бродят, да, поэтому, значит, а молоко не может якобы, хотя это тоже лактоза, ну, то есть, это, конечно, отдельный разговор. Вот, значит, поэтому, питаясь вот таким образом, вы обеспечите 100%, значит, все вот эти вот патологии, все вот эти заболевания, которые присутствуют на первом году жизни, они будут обязательно, если вы это ели во время беременности и тем более во время кормления. Но, есть один важный нюанс, о котором я не могу не сказать, что если вы абсолютно стандартно ед, да, были на протяжении до зачатия и во время беременности, то есть во время беременности кушали там колбаски, картошку, не знаю, там, шашлыки и прочее, там, и запивали это все пивом, как часто бывает и беременные, и в том числе, и не только пивом, да, вот, а потом резко осознали после рождения, что, о, ужасно, можно что-то делать и решили кормить, значит, прикормом в виде там сырых огурцов, помидоров, то этого делать нельзя. Значит, почему? Потому что во время внутриутробного образования, во время внутриутробного нахождения ребенка вы сформировали вот таким питанием через вашу пуповину, вы сформировали ему определенную микрофлору, его кишечника. То есть на базе этой микрофлоры поселилась соответствующая тоже флора, да, которая при получении вот таких продуктов, сразу сырых, значит, либо там каких-то, да, вот, ну, скажем, непривычных данных, то есть они могут вызвать брожение. То есть эти газы... Давай поясним, давай поясним, что ребеночек, когда формируется внутри, хотим мы этого или не хотим, он усваивает информацию, полученную из крови мамы. Если мама употребляла какие-то продукты и организм выделял какие-то вещества для расщепления этих продуктов, то ребеночку передается тоже информация, хотя через пуповину там не вся она передается, но какая-то информация передается о том, что тебя в жизни ждут эти продукты. И тебе необходимо формировать флору, фауну, выработку железами определенных веществ для того, чтобы эти продукты усваивались, переваривались. Вот, наверное, так будет правильно. И когда ребенок появляется, у него уже генетически, ну, не генетически, я, наверное, сильно сказал, но на уровне... Биохимически. Биохимически, да, уже настройка на эти продукты идет. А тут он получает молоко. И многие мамы, они все-таки стараются, теперь уже, когда кормящие, им их же сразу начинает пугать, это не ешь, это не ешь, это нельзя, это пучить, это... Да, красное нельзя, белое не одевать там, да, какая-то, вот, и так далее. То есть, вот этот ведь комплекс, они приходят, тут они ели и ели, чуть ли не жирали, да, слово там, что хотели и жирали, там говорили, ешь больше, ешь больше. А тут приходят, им вообще ничего нельзя. И говорят, вот макароны, там, мясо, и в лучшем случае картошка. Все, там, ограничивают, там, вот, полностью. А ребенок-то уже, извините, выжил во время беременности, почти, сколько там, у него началось формироваться, там, ну, недели, конечно, месяцев, но поменьше. Но все равно, столько-то месяцев формировалось вот это, его структура усвоения пищи, и он уже настроен на эту пищу, ему хоть прям шашлык в рот засовывают, он будет его переваривать. Ну, в кавычках, конечно. В кавычках, да. Да, и получается, что вы тут теперь удивляетесь, как же так? Я тут этого не кушаю, а его пучат, а он кричит, а он не спит и так далее. Так вы в него заложили, и теперь у него происходит перестройка. Вот теперь вот надо понять, что перестройка будет какое-то время происходить. Но как сделать так, чтобы дальше его не гробить? Да, но здесь это само собой, но здесь я еще другое хотела донести, что если вы резко осознали, что вы делали все неправильно, и все беременность питались неправильно, и тут после рождения, или во время прикорма, через 5 месяцев, 6, решили, о, ну я там, ладно, питалась неправильно всю беременность, и тут начну-ка я его хоть и правильно питать, будем так говорить, да. То есть начали там ему сырые яблоки, а у него-то флора сформированная, понимаете, какая? То есть она уже там бродильная, уже бродильная, он еще только родился, но благодаря тому, что вы ели вот эти самые шашлычки, с молоком запивали сами там на себе, да, вот, то когда вы ему дадите вот этот продукт, например, тот же сырой, или тоже яблоко, то у ребенка может начаться аллергия, и вы подумаете, что у него аллергия на яблоко, понимаете, на красное, как многие думают. На самом деле красные продукты, они мощные растворители плотной слизи, поэтому когда вы начинаете его употреблять, значит, они эти продукты начинают эту слизь выводить, и многие думают, о, он там чешется, у него там сопли пошли, значит, эти продукты убрать. Там красное нельзя, там клубнику нелегко общение, это просто страх и ужас всех педиатров, значит, не дай бог никакие цитрусы, там яблоки только зеленые, потому что не дай бог, а на самом деле что происходит? Просто то, что вы наели, сейчас наш ребенок за это обдувается тем, что он не может нормально съесть ни один продукт практически, потому что у него от него либо пучит, потому что флора не та, которая может переварить это яблоко, либо его сыпет, потому что у него лимфа уже сломана, то есть он только родился, у него лимфа уже грязная, грязная настолько, что его просто распирают от высыпания, либо у него льется со всех дырок, это сопли, это диарея постоянная, потому что, ну, в общем-то, по тем же причинам, то есть у него происходит очищение, очищение вызывают вот эти самые продукты, то есть он настолько загрязнен, как взрослый человек, вот я что еще хотела сказать, поэтому, значит, если вы стандартным образом питались шелаками и прочим, и так уж получилось, что там ваше сознание не сформировалось до зачатия, там или во время беременности, а пришло это сознание там после рождения, ну, слава богу, хотя бы пришло, то, значит, вот этот прикорм, он для вас будет несколько иной, то есть, о чем я говорю, что сегодняшний эфир я постараюсь построить так, чтобы ответить, как правильно сделать это людям, тем, которые уже были веганами, или вегетарианцами хотя бы, время беременности, или которые были стандартно питающимися людьми, но уже ребенка хотят сделать, ну, скажем, здоровее, и как бы включили мозги уже после рождения ребенка. Это совершенно две разные системы. Отличаются они вот чем. Отличаются они тем, что, значит, стандартным питающимся родителям нельзя сразу вводить вот эти продукты, поскольку они усилят выход этого всего, поскольку вы добавите этих проблем. То есть, таким детям можно давать какие-то там супчики, но паровые, да, вот, ну, это я дальше об этом скажу, и так далее. Просто я к чему это веду, что вот в разговоре, возвращаясь к разговору о недостатках стандартного питания, да, вот, даже если к вам придет это осознание, то есть это сейчас обращение к тем, кто сейчас беременен, либо только планирует, когда к вам придет это осознание, что вы неправильно жили, то, значит, вам будет очень сложно, и это длительный путь, это намного сложнее, намного болезненнее для ребенка, значит, перейти на вот этот рацион так, чтобы не затронуть, ну, скажем, такие неприятные моменты, как какие-то, опять же, те же аллергические реакции на какие-то продукты, потому что вам придется через какие-то кризы очистительные этому ребенку придется пройти. То есть не каждый взрослый может перенести вот этот очистительный криз спокойно. Понимаете, когда у вас там печень очищается, когда у вас слизистые очищаются, а тут ребенок годовалый, это будет плач, это будет, ну, и так далее, и так далее. То есть, хотя тут же еще какой момент, что ребенок месяцев до трех примерно, да, ну, в первые месяца полтора точно, он, ну, его норма плакать около восьми часов в сутки. То есть, почему так? Потому что, ну, многие что, дают какие-то сейчас капли, придумали, это вообще просто какой-то ужас в современности. Сейчас, оказывается, есть какие-то психотропные, седативные капли, которые дают ребенку, и он просто тупо спит. Вот маленький там месяц, ему два. Значит, плач ребенка около восьми часов в сутки в норме, это дополнительная стимуляция подготовки легких к полному дыхательному объему. То есть это нормально. Ребенок в норме должен какое-то время там отплакать, потому что таким образом разрабатываются легкие. Это говорит о том, что очень хорошая дыхательная система. Ну, я уже не говорю о том, что это беспрерывно. Конечно, нет. То есть он там какое-то время поплакал, там его поносили, там что-то положили, да, вот с ним как-то позанимались, то есть погладили, там, ну, какое-то время уделили, все, там поспал. Опять он, обычно это на вечер все усиливается. То, что дыхательная система, ну, в общем, не будем мы в это все в медицину уходить. Ну, в общем, в этом суть. Поэтому вот эти очистительные кривы, чтобы их облегчить вообще всей семье, чтобы они не пришлись вам на первый год жизни, потому что он один из самых сложных, как бы, да, вот, вообще в становлении человека, да, в его здоровье. Поэтому, чтобы этого было меньше, чтобы они были менее болезненны, то можно вводить, то такому ребенку можно и даже нужно вводить какие-то паровые продукты. Ну, там какая-то паровая, например, там, брокколи, или паровая цветная капуста, ни в коем случае не белая качана, какая-то паровая морковка. Хотя, опять же, по поводу красных продуктов, а значит, морковка, тыква, это все, в принципе, стандартным питанием запрещено. Но если вы во время беременности не употребляли молочку, то, скорее всего, этого не будет, никаких аллергий. Но вернемся, как бы, к преимуществу, то, опять ушло немножко в другую сторону. Значит, вот эти проблемы вас ожидают, как бы, все, все, вот, соответственно, комплект, если вы стандартно питались и решили ребенка, как бы, перевести на более нормальный рацион, да, на более человеческий. Значит, вас ожидают очистительные кризы, безусловно, они будут, чтобы их смягчить, вот, просто нужно делать это постепенно. Вот, это первое. Потом, теперь скажем, это все, что касается недостатка. Теперь преимущество. Значит, если вы не будете слушать, значит, вот этих тетек-педиатров, которые рассказывают о том, как вам надо питаться, чтобы у вас была лактация нормальная, в стиле, вот, очень говядина, там, что-то молочка и прочие прелести, значит, говядина, наверное, потому что это, видите ли, гемоглобин, вот, ну, это глупость вообще несусловная, я потом объясню, почему, вот. Значит, то, если вы это все проигнорируете, будете питаться, вот, хотя бы, по каким-то некоторым правилам, которые мы сегодня озвучим, то преимущество вас ожидает следующее. Значит, до года, в принципе, ребенок болеть не должен вообще. То есть это ненормальное общение. Это вообще ненормальное состояние болеющей простудными заболеваниями ребенка. Потому что простуда – это очищение слизистых плотей. Если он болеет слизистыми заболеваниями, кашель, сопли и прочее, значит, вы ему, вы, это ваше вина, как родители, запаковали вообще его организм слизью, которая вынуждена, его маленький организм, тратить энергию, то есть тратить свое АТФ, свою энергию на то, чтобы не расти, а на то, чтобы выводить это все. Поэтому вот этого вы будете лишены, то есть этого не будет, ребенок не будет болеть стандартными простудными заболеваниями. Ну, я уже молчу о таких бессонных ночах, которые я знаю от всех своих знакомых, которые там живут на эфироне, свечки какие-то там в копку постоянные, бесконечные, в общем, и прочее, прочее. Этого всего не будет. Огромное преимущество. Вот, потом, на таком питании, значит, на растительном рационе ребенок спит спокойно, то есть ребенок более спокойно. У них обычно у всех нормальный здоровый шум, как у взрослого человека. Ну, максимум, что это где-то полгода, он может просыпаться где-то около, ну, там, одного раза максимум за ночь. Вот. И то это редко достаточно. Конечно, есть еще поправка на температуре от ребенка. Такое тоже бывает. Вот. Но это обычно начинается где-то там месяцев, не знаю, с 8-9, то есть там уже какой-то характер начинает проявляться. Вот. А вообще, все равно эти дети, они более спокойные, потому что их нервная система, понимаете, вы не питаете ее животным продуктом. Это очень важный момент. Вот. Поэтому их нервная система, она совершенно другая, она совершенно спокойная. Их пищеварительная система отдыхает, когда они встят. То есть они, если вы питаетесь, там, мясными, молочными, и прочими тяжелыми белковыми продуктами, и кормите при этом ребенка, то его пищеварительная система не отдыхает ночью. Она, весь этот кошмарный белок, она вынуждена это переваливать. Поэтому мало того, что будет беспокойная ночь, вот, потому что постоянные газы, да, так еще и будет беспокойный день, потому что ребенок не выстался. Вот. Но если не выстался ребенок, то, в общем-то, в общем-то, это ломается все. Там и гормональная система летит сразу, и, и психическая система, и так далее. Это все копится годами-годами. Потом мы имеем, в общем-то, таких маленьких, я не знаю, я их называю, какие-то маленькие маньяки. То есть дети, которые абсолютно манипулируют взрослыми. То есть вообще вот, ну, об этом дальше говорится. Вот. Вот такие преимущества, из-за этого ничего не будет. Вот. Ребенок просто, причем, еще какое-то преимущество очень-очень важно. Вы сможете давать ему любой красный продукт. Абсолютно. То есть клубника, малина, все сезонные овощи, фрукты, без проблем. Любые красные яблоки, вот, и так далее. То есть это не вызовет никаких аллергий, этого можно не бояться. Если вы не кормили до этого ребенка чужеродным белком, потому что все красные ягоды, включая клубнику, благодаря тому, что он содержится вот эти косточки маленькие, которые мы знаем, вот они являются мощными очистителями от слизи, вот, там много витамина С в них, вот, они очень мощно растворяют слизь, поэтому очень у многих на них начинается бихательная аллергия. Если на них бихательная аллергия, это значит, слизи настолько много, что происходит схлопывание этих бронхов, да, вот, поэтому эти продукты, такой ребенок сможет есть спокойно, обязательно, сколько это легче, то есть он не придется готовить какие-то там изыске, то есть вы просто ставите там тарелку с ягодами, он с удовольствием ее ест, вот, и наедается очень серьезно, вот, поэтому, ну, в общем, вот такие вот преимущества, а потом ребенок может пить соки, вот, тоже такое преимущество, потому что на стандартном питании он соки пить не сможет, объясню почему, он будет от них пучить, если вы будете давать ему, если вы будете давать ему свое молоко, которое содержит слизь от той еды, которую едите вы, либо белки, продукты распада белков от нас и молока, которые вы пьете, да, как мама, вот, то он никогда не сможет пить эти же выжатые соки, ну, как не тогда, лет до, наверное, трех спокойно, потому что его будет постоянно получить, вот, потому что это, ну, это два антагониста продукта, продукты распада белков, вот эти, да, и соки, как бы сок пытается это все выдавить, поэтому его постоянно распирать, вот, ну, то есть, это тоже очень серьезная проблема, это какие-то компоты, придумывать. В то время, когда лето на дворе, вы просто взяли, выдавили яблоко и даете. И все. Это очень быстро, очень просто, очень облегчает жизнь. Но я уже молчу о том, о каких-то преимуществах для здоровья. И так далее. Потом не придется давать никакие витамины дополнительные. Это просто не нужно. Потому что, как правило, в месяцах с 5-6 начинает вот эта всякая недель с каким-то витамином D, каким-то магнием дополнительным, потому что якобы формируются кости. А что, 200 лет назад не формировались люди кости, как-то без кальций на огне аформировали. То есть, вот, то есть, этого ничего не надо будет, потому что все будете давать яблоки, какую-то там перемолотую детскую гречку веленую. И кушать несколько видов капусты, брокколи. Только белокочанная. И все. Пожалуй, ну, как нельзя. Ну, просто грубая клетчатка. Для детского жидкочка. Потом кунжутное молоко. Ну, то есть, я дальше расскажу, если кому надо будет, как это все сделать. Очень много в интернете информации на это еще. Вот. Только нужно, как бы, тоже фильтровать тщательно. Вот. То есть, эти продукты содержат огромное количество кальция. Вот. И это все можно давать. Где-то месяцем с шести, вообще совершенно спокойно. Вот. И не будет никаких проблем. Будут очень крепкие кости. Потому что кальций органический, он будет усваиваться достаточно легко. В общем, вот такие преимущества, как бы, ожидают. Во-первых, это время. Во-вторых, это здоровье. Иммунитет очень сильный, да. И был очень крепкий. То есть, я знаю массу примеров, включая наш личный. Вот. Поэтому вот такие вот преимущества, такие вот недостатки, скажем так, одного и другого типа питания. Хорошо рассказала. Если тебе нужна будет музыкальная пауза, ты об этом скажи, я тогда ее поставлю. Если не нужна, то тогда мы продолжаем дальше разбирать тему. И, наверное, уже переходим к первому. Ну, хотя первый пункт, так или иначе, мы уже переходим к нему, уже перешли. Подготовка малыша-вегана с рождения, с новой рациона. Значит, вот ты предупредила, что не надо делать, чего стеречься. Вот теперь, наверное, в более подробные дебри давай залезем, чтобы разобрать уже изнутри. Ну, значит, здесь действительно я очень много уже раскрыла. Значит, подготовка в чем заключается? Значит, она заключается в том, что, как я уже говорила, я буду говорить сразу одновременно и для одного типа людей, и для другого. То есть, те, которые уже были беременными веганами, да, или вегетарианцами, не знаю. Хотя, опять же, если говорить о вегетарианцах, то это все-таки несколько, это еще, наверное, третья категория. Почему? Потому что они вроде как мясо не едят, но они едят очень много. Вот вся вот это индийское течение всего, да, вот индийское вегетарианство, я его называю. Оно практически все молочное. То есть, там у них бесконечный панир этот молочный сыр, бесконечно, да, вот это очень серьезный белок, тяжелейший. Вообще, что такое панир? Это просто взяли молоко и сварили его. То есть, это уже вареный, но, потому что это и так белок, да, его взяли, сварили, то есть, он еще более концентрирован, видоизмененный, у него у вашего организма выделится еще больше кислоты. То есть, ну, поэтому вот как бы вот это все индийское течение вегетарианское, оно очень тяжелое, очень. Просто они это подавляют специями, потому что специями стимулируют выработку секрета желудочного, выработку желудочного сока. Но опять же, это же истощение, истощение слизистой, истощение полумелочной железы и так далее. Поэтому вот эти люди, которые просто вегетарианку, но они на молочке все беременности, потому что это же надо, это же ребенок, да. Вот. Значит, я могу вам совершенно точно сказать, что никакая молочка вашей лактации не способствует. Это глупость вообще невероятная. Причем тут биологическое молоко другого вида животного к выработке нашего там пролоктина. Это гормон наш личный. То есть, это наш гормон, который вырабатывается в норме нормальной, здоровой гормональной системы. Вот обратите внимание на слова, да, вот так наш там богатый русский язык это объясняет, да, гормональная система. То есть, нет продукта, который влияет на один гормон. То есть, так как иммунная система, то есть, это система органов, система мероприятий. То есть, нельзя взять и подействовать на один гормон каким-то другим гормонам, которые вы примете. Так не бывает. То есть, если вы приняли один гормон, то все остальные будут, они разбалансированы будут. Если какого-то будет хотя бы на 1% больше, то все остальные начнут прыгать. Вот. То есть, и получится разбалансировка вообще с его организма чем гормоны регулирует весь организм в принципе поэтому употребление какой какой-то молочи или выработки молока это ну это вообще нонсус я слышу сплошь и рядом просто чем от врачей вот а значит поэтому что касается подготовки если вы только собираетесь беременеть то эти продукты отключить значит это продукты молоко молочные сыры я специально делаю правку на слово молочные потому что есть сыры не молочные есть которые делаются из орехов вот ореховых сыр их можно кушать это совершенно другой продукт потом значит что ну мясо я вообще тут не за внимание беру трусона с рыбой значит нам рассказывают о том что рыба нужна потому что там омегокислоты жиры необходимые рыбий жир и прочее значит если вы будете употреблять льняное масло то лен потому что там у вас еще мак ну в принципе кто кто любит то можно авокадо в нем тоже очень много много жиров вот ну и так далее вот такого формата продукты орехи значит поэтому этих продуктов будет достаточно для нормальной адекватной выработки значит всех нужных кислот и прочего в организме более того их будет на парадок больше чем вы будете принимать синтетические усваивание будет значит то есть вот такие вот меры это уже подготовка вашего малыша будущего вегетарианскому значит вообще здоровому питанию то есть чем более чем более правильнее вы питались причем вы не только я обращаюсь к женщинам но к мужчинам тоже я об этом уже говорила на каком-то эфире года два новых или год начинала что питание важно не только женщин почему-то об этом забывается значит об этом тоже то есть у меня тоже часто обращаются люди что вот значит только женщина как это собой занимает это неверно если речь идет о подготовке будущего здорового вегетарианскому что я вкладываю в смысл здорового это значит что когда вы будете давать естественно для человека продукты на них у него не будет никакой реакции вот то есть они будут абсолютно адекватно нормально усваиваться не будет его там обсыпать не знаю рвать от него раздувать и так далее значит нормальный продукт авиа продукт который может дать плод после себя то есть то что может вырасти вот это нормальный продукт овощи фрукты и орехи что там у нас еще какие-то крупные то не все вот ну и так далее значит это первое то есть это уже вот этот момент это уже есть подготовка практически вегетарианцы да причем что интересно я знаю семьи все случаи когда родители вегетарианцы вот а потом резко значит в кавычках поумнели под воздействием там врачей которых напугали и все-таки решили давать ребенку молоко потому что без него же кальция металл уже вот значит и там или там давать вареное потому что надо же белки вот потому что ребенок якобы не вырастет и там что-то него то смысл не будет не то но это глупо конечно значит так вот так вот у таких родителей проблемы были в общем-то не меньше потому что ребенка рвало от этих продуктов очень серьезно у него не готова понять этот обратный эффект просто только наоборот это показывает то насколько мы их можем сами корректировать мы практически можем выбирать либо мы и животное либо мы как бы все-таки человек но только если выбрали путь животного как бы и загнетесь как животное там болеющие вечно там сопля запакованных лиги и так далее то есть но вот примерно так хотя конечно же вот они не болеют так как мы не виды что животный уровень плане инстинктивное питание то есть что вижу то и ем вот в таком формате вот это уже тоже подготовка потом что касается когда уже родился ребенок да значит что может войти в подготовку значит первое с чего нужно начать это ваше питание если вы кормите грудью значит если по каким-то причинам вы не можете кормить грудью причин может быть масса например какой-то на острове воспаление вам нужно принимать какое-то лекарство либо там у меня какой-то перелом сломал руку ног ну ты все в жизни бывает да и вам нужно сколоть какой-то обезболивающее либо там принять и принять тюкут травы по которые не совместимы с лактацией то есть нельзя кормить малыша потому что вы там вынуждены пропить какой-то курс трав даже правда но тем не менее ребенку их нельзя какой-то причине например там очищающих это резко надо это принять то значит иногда приходится еще прекратить на какое-то время кормления потому что вы просто нельзя и что делать на левых вопросов но во первых значит не два пути 1 это выбрать максимально адекватную смесь так как многие удивятся значит и чего это это второй пункт нашего второе это значит кормить продуктами так называемое ореховое молоко либо кокосовое молоко это все нужно делать значит ну самое подходящее молоко подходящий продукт это кедр кедровое молоко является по составу очень близким к вообще в его питательная ценность его энергетические питательная ценность она очень близка по сравнению по отношению к материнском молоку а сравнение тем что сегодня находится в грудном материнском молоке у каждой стороне и хепатии них и не у каждой женщины которые кормят его ребенка проект на порядок это вообще невероятно лучше то же самое какая касается некоторых органических так называемых питаний смеси вот этих это тоже на порядок лучше если вы пришли к осознанию что вы ужасно питались все беременность что ваше молоко которое формировалось благодаря вот этому гормону да ваше молоко непригодна детского питания значит вы должны давать ему либо вот это кедровое молоко значит его нужно делать из кедровых орехов если кому нужно быть расскажу как в принципе в интернете информация есть значит только сырых обязательно сырых кедровых орехов вот нормы те же самые то есть ну не туда нормы 30 до 30 грамм первый день жизни потом на каждые 10 грамм повышается там до месяца вот ну короче то с информацией комрада будет я скажу значит либо найти какую-то если нет возможности кедрового ореха на самом деле так много надо то искать какую-то вот значит и органическую смесь если ваше молоко если вы пришли к пониманию потому что вашему огорода больше вреда например он принести ему вот эти ребенок может вышив через молоко матери гной и и если она знаешь напиталась неверно курила не знаю что угодно могли быть в жизни вот то лучше принять такое решение это на самом деле лучше и такие дети намного более здоровее будут к сожалению к сожалению это приходится признать потому что я вижу случаи после на глазах которые происходят что молоко матерей которые питались совершенно беспардонно время беременности дети эти очень взялые они там нет никаких витамин практически то есть они очень серые в общем и так далее и так далее то есть я ни в коем случае не защищаю никак не смесь я против них вот и максимально быстро надо от них уводить то есть максимально если если прибегать не только временно временная мера какая-то да вот а если есть возможность лучше этого не делать и быть на ореховом молоке либо на кокосном либо на кедровом молоке лучше кедровая но как-то более питательный вот только ну конечно позаботиться чтобы я был все-таки нормального качества вот значит вот такая вот такой вот момент касательно подготовки по поводу основы рациона ну рацион месяц детский значит как правило прикормы начинаются где-то с пяти с половиной некоторые раньше начинают месяц но те кто на искусственном питании идти раньше начинают и те кто на стандартном рационе никакой на пользу но в принципе где-то около 6 месяцев уже начинают прикормить значит с чего начинается прикорма стандартным стандартным повторно отправить первое это как правило какая-нибудь картошка и потом начинают значит слизь слизь выводятся бактерии это бесконечный насморок а если нас на значите кашель потому что все это опускает ребенок откашляться не может в общем это просто можно а если откашлиться не может а как как он прикажет кашляться в полгода он не может быть там не скажешь на что будет бронхит и вот это вся цепь на а если бронхит то это обязательно пораженные почки в общем это вот эта вся цепочка событий и она развивается снежный ком поэтому значит что могу сказать ничего не картошек конечно вообще до года вообще нельзя просто не до года вообще ничего не так говорить но если вы не можете этому определяться на бабушкам дедушкам но до года надо воевать жестко за это потому что вы не сможете объяснить ребенка даже до двух до трех даже потому что нужно кашлять нужно это все слизь убирать нужно ну так далее значит потом и стандартные прикормы отдельно хочу отметить вот эти баночки все сегодня готовые это просто надо выкинуть вообще никогда не покупать вроде готовы какие-то супы консервированные какая-то там капуста какой-то кабачок это мне он всегда уделял вопрос вам что так сложно там даже если в этом готовить вам что сложно отрезать кусок кабачка и на пару там или там если вы уже варите ну ладно бог с ним уже варите это так сложно занимает полминуты буквально не знаю сколько там варите там кабачков вот нет люди идут за этими пюрешками какими-то из кабачка тратят на это бешеные деньги упакуют этим детей значит понимаете первых это там есть обязательно консервант может не поверен что есть это наука микробиологии это она объясняет что не законсервированный продукт хранится не будет бактерия там вода это продукт вареный значит там есть жидкость все . и даже и сыром тоже там лежит тем более кабачок значит там где есть вода там будет микроб если есть жидкость там будет консервант вот это первое потом вот эти вот эти баночки красивые это все как ну вот у хороших родителей такого быть не должно в коем случае никаких готовых баночек вот это первое это все убрать потом мы начнем рацион на полгода но составлять если вы все-таки нужно делать упор на овощ если вы уверены что там вы не кушали каких-то белков чужеродных молоко мясо то можете начинать тыква вот эти вещи вот но это ребенок очень любил тыкву первые дни вот но она достаточно специфическая на вкус первые дни поэтому ее можно смешивать с какой-то кашкой это либо ты гречка зеленая перемолотая вот такие вот продукты либо если это овощ то тогда ну очень подходит брокколи все зеленого цвета все очень выходит вот такие продукты вот первый раз лучше отдавать потому что желудок незащищенный вы не можете гарантировать там идеально чистая продуктов и не должно быть стерильно это лучше отдавать паром это такая рекомендация значит лучше паровая обработка минимально буквально на протяжении минуты и все это конечно перемалывается либо растирать от номера я не сторонник того чтобы перемалывать все в состоянии прямо вот воды к тюре почему потому что и дом и может быть может от месяца до 7 а потом не надо потому что ребенок начинает жестко научиться жевать пищу чем такими почему будет маленькую большими кусочками маленькие потому что если вы это делаете тогда у него еще более мощно работает перистальтика него еще лучше работает кишечник потому что он получает микро микро клетчатку вот и тогда проблема газа не будет вообще вот ну и такой мне потом значит классическую ошибку сидела это значит дают какой-то яблоко часов 9 вечером натерли ему это яблоко и далее года в 9 вечера в общем естественно и было кричида коликов потому что это фрукт это фруктоза она бродит вечером нет ферментов ни у одного живого человека расщепляющих фруктозу вечером они все работают до четырех часов дня поэтому фрукты должны присутствовать первого дня даже если это одно яблоко только ребенок есть пока что вот по поводу печеных яблок ну когда-то еще пришли об этом хорошо говорю в каком-то одном со старым видео вот давай яблочко с печем да но вот здесь вот я не буду повторяться есть то же самое то есть сырое яблоко и вареное яблоко переваривается на порядок дольше вареное яблоко переваривается на порядок дольше если вам интересно загрузить как бы ребенка не усваивание витаминовой клетчатки этого продукта а потратить кусок его энергии на переваривание вареного яблока ну делайте это лучше так не делать лучше начинать но это нельзя делать тем кто кормит ребенка молоком то есть молоко стандартно этот разведён это тоже нельзя конечно делать если вы даете молоко пусть не будет давать яблоко то он будет очень сильно получить очень поэтому лучше этого делать надо если вы уже заявлено убежденный молоко и вообще молоко фанат то тогда уже пока что не давайте яблоко пока пока вы даете молоко насколько интенсивно но что дети маленьких часто пить молоко этого делать нельзя конечно вот теперь значит ну так много раз ровно кондитивного пола места до 7 очень важно это яблоки это морковь я значит то есть такой вид моркови белая морковь она не аллергенна если вы переживаете или если есть потенциальная потенциальная как бы опасность что она может быть аллергия но оценить эту потенциальную опасность может в основном либо очень хороший натуропат специалист то есть он это как оценят ему даже не надо его видеть ему нужно знать чем питались вы ваш муж но в основном вы конечно ну женщина и женщина обращаясь то есть на фоне того чего питались можно составить в принципе общую картину но какие примерно продукты вашего ребенка возможно аллергии по всему делу поэтому это очень легко сделать при наличии прямом знании да значит вот потом это могут быть какие-то кабачки это может любые корни там еще любые овощи которые легко как бы ну легко перевариваются быстро любые потешоны кабачки там брокколи на капуста очень хорошие продукты морковь не желательно употреблять никаких никакой соли никакой ночи если вы дадите будете присаливать любые продукты которые вы даете ребенку вы потом никогда не заставить его съесть просто так то есть у них очень у них очень чувствительные рецепторы вот и если вы хотите что ваш ребенок заведомо как бы подготовить его к восприятию правильного вкуса продуктов не давайте ему соли особенно в первый год жизни никогда не тем более сахар это тем более вообще нет никаких потому что вы никогда потом не заставить его с ней даже куска яблока без сахара там либо поэтому эти дети они вообще вот я забыдаю этих деток они не могут не понимают вкуса ни малины ни клубники она им никакая потому что они привыкли то есть уже в детстве подсаливают супчики подслащивают компотики с сахарами то есть это делать нельзя конечно но на счетом что это слизь вот очень часто когда подслащивают и подсаливают значит прикорм детский первый то эти дети они вот раздутые у них вода задерживается они такие знаете очень раздутые и думают какие вот невероятные значит дети там здоровые здоровье им пышат у нас к сожалению это не так вот в общем вот такой основа рациона никаких никаких стимуляторов вкус значит потом обязательно включить в основу рациона это обязательно пяти с половиной месяцев ну на травяные чаи это обязательно то есть даже если вы супер идеально питались беременность в чем я сомневаюсь в стандартном мире как бы любой продукт он все равно какой-то не такой немножко вот и даже если вы идеально там кормите грудью кормили и там продукты более-менее соблюдается для той кормы все равно нужно давать травы травяные чаи ребенку значит минимальная надобность сначала у меня 30 грамм потом 50 потом и так далее повышать значит в сутки в сутки жертвы вечером около там часов 8-9 из таких травм значит это может быть липа это может быть мелиса это может быть смесь мелиса ромашка липа вот такое что-то вот фенхель туда же значит такой набор травм на первых обеспечивают ребенка очистителями мероприятиями то есть вот эти травы они хорошо чистят то есть чтобы продукты не задерживались это гарантированно ликвидируют лишние газы вот потом по поводу воды вот мы говорили что значит воду мы не дают значит давать надо хотя бы по чайной ложке в день там до полугода обязательно чистой воды лучше талой это будет еще лучше если вообще отказываются от воды то лучше вот травяны именно в пользу она немножко вкусненькая а пахнет там мелиса вот а значит почему потому что вода связывает пузырьки воздуха понимаете то есть вода если вы пьете ребенку воду то вот эта вода она связывает эти пузырьки воздуха гуляющие по кишечнику и не будет газа если они будут они будут минимальные вообще абсолютно минимальные то есть они не будут доставлять такого дискомфортного ни ребенка это не вам вот вот это основа где-то до полугода потом конечно там месяцев 7-8 могут появляться как-то знакомить ребенка там начинается буквально грамма 1-2 стычечные головки вот такая примерно дозировка вот значит это могут быть добавить сам другие сорта яблок например у нас вот ребенок очень любит груши мы начинали вот первый наш прикорм был по яблоку и грушу значит груша замечательный продукт для ребенка какой только мягких сортов такая знаете не терпкая сладких сортов сладких сортов значит в чем ее преимущество в том что она любое любую кашку или любой вкус там яблоки морковки она его подслащивает у нее очень много естественного природного сахара а дети они очень любят сладкие сладкие вещи если вы хоть раз дадите ему ребенку сладкий продукт начнете приучать его к сладким продуктам сразу ну типа какой-то там чай с сахаром да там или компонс с сахаром но никогда не заставить его потом есть нормально нормальные фрукты то есть они им все невкусные то есть они им все никакие потому что вы ему сразу убили рецепторы вкусовые то есть ему нужно уже допинг уже нужен допинг ну да еще забыл сказать про банан тоже это вообще может быть где-то с полгода начиная с полгода это может быть абсолютно самостоятельным например обедом вполне потому что там очень много углеводов углеводами когда распадаются это очень мощная питательная энергия для ребенка вот то есть один банан может вообще быть полноценным прямо после обед для ребенка запросто может быть вот ну вот такая вот примерно основа рациона это где-то месяца до семи потом конечно начинаются другие продукты там вы можете отрезать ему кусок большого то есть на нем если это лето опрекем его у оги а потом он его будет солить во рту все равно он так или иначе научатся вытягивать из него воду если обратить внимание он его не ест он вытягивает туда воду если дать другой продукт помидора он вытягивает туда воду то есть они выпивают из него нутупрек chercher просто выпиваете из него прививать из него вот ты А потом только он научится понимать, что вкус есть еще и у самой клетчатки. Поэтому если вот таким образом знакомить ребенка с продуктами, то проблем с едой быть не должно. Выше все эти разные, не могу за всех говорить, но вот так правильнее всего. То есть, ну как правильнее. Так будет ребенок здоровее при таком подходе. Потому что если вы начнете сразу делать смеси, сразу какие-то там огурец, помидор, там туда же, куча всего, то знакомьте его сначала отдельно, отдельно. Да, еще я бы рекомендовала сразу месяца, наверное, 7, приучать ребенка к зеленым вещам. Укроп, петрушка, постоянно можно это все перемалывать или давать играться, он все равно что-то высохнет оттуда обязательно. Вот, потом не будет проблем с зеленью, потому что зелень это огромный залог вообще иммунной системы и наших чистых слизистых, что самое главное. Какие-то зеленые коктейли, делайте какой-то супчик, обязательно зелень туда сырую, сырую. Прям перемолоть ее в блендере и сырую прям туда. Прекрасно едят дети. И еще любой пресный суп, любой абсолютно, можно сделать не таким пресным. Ну, то есть вы же не солите, да, вы же не солите, не перчите ребенку, там, в 9 месяцев, в 10, вы же ничего это не солите. Так вот, ну, нормальные родители, будем так говорить. Значит, так вот, любую пресность можно убрать укропом. Укроп и петрушка сырая, перемолотая, значит, в блендере там или, ну, сейчас в блендере все в основном пользуются. Значит, убирают эту пресность, она делает вкус, прибавляют. Поэтому они здесь с удовольствием едят. Ну, в общем, вот такая вот основа, скажем, до года. Вот. Я думаю, что я ее озвучила. Хорошо, хорошо. Если нужна музыкальная пауза, то, пожалуйста, расскажи. Ну, раз нужна, давай сделаем. Я думал, что же нам вставить в музыкальную паузу в этом сегодняшнем нашем эфире. И вот нашел колыбельные, колыбельные из классиков и из народных. Вот давайте сейчас как раз послушаем одну из таких колыбельных. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июля 2016 года четверг. По одному из старинных 13 день месяца получения даров природы 7500 до 4 лета шестица. Мы говорим про естественное, правильное детское питание. И, главное, сведущий автор, сведущая Наталья Чернова. Немножко отдохнули мы, послушав такое интересное исполнение колыбельной. И теперь приступаем дальше к разбору с заявленной темой. Пожалуйста, Наталья. Да, мы продолжаем рассматривать нашу сегодняшнюю тему. В принципе, я думаю, что мы можем уже перейти к второму вопросу. Я, пожалуй, основные продукты озвучила. Может быть, не все, конечно. Более широко я расскажу в третьем, пожалуй, в третьем вопросе. О тех продуктах, которые желательно включить в рацион ребенка до года. Первая тема, первый пункт нашей темы сегодня у нас получился как рацион для детей до полугода. Примерно так, да? Ну, месяца до семи. Потом, конечно, список продуктов расширяется. Вообще, в принципе, чтобы этого долго не говорить, можно запомнить одно. Значит, практически любые фрукты, ягоды, ну, там, за исключением какой-то экзотики, там, жуткая, да, вообще, там, океаническая. Почему так? Потому что вот эта экзотика, то есть, если вы не знакомили ребенка до этого, то есть, вы этого не употребляли вообще никогда, то неизвестно, как, наверное, реагирует его организм маленький. Вот и все, только в этом. То есть, ну, неизвестно в чем, может быть, какая-то, там, неприятная реакция. Ну, там, самое минимальное, это какой-то, там, какая-то диарейка по скотче, да, самое максимальное, это, конечно, аллергия. Вот, теперь, значит, поэтому запомнить, что следует, значит, это овощи, фрукты, вот, потом это велень, обязательно, вот, ну, велень для ребенка, конечно, не входит никакая кинза, вы же понимаете, то есть, максимально, ну, скажем так, максимально-минимально ароматические растения, вот так обо мне говорю, потому что все, что очень сильно ароматическое, оно раздражает листую, как бы, систему, поэтому, ну, в общем-то, в это основное правило. Потом, конечно, ясно дело, что орехи вы ему не дадите, но ореховое молоко, ну, то есть, я бы ограничилась, там, до года, а то даже и полтора, это кедром, то есть, этого достаточно будет, это не орех, конечно, а молоко из него, вот, ну, то есть, просто замоченные, перемолотые, в плендере, в общем-то, процеженные, все, это все очень просто делать, вот, и, конечно, соки. То есть, это я вот к тому, как бы, к рациону обращаюсь. Теперь второй вопрос, значит, ну, и, конечно, чай, я уже это облачу, отравленные чай, вот, единственное, что меняйте эти травы, то есть, нельзя давать ромашку очень долгое время, даже сильно ходит в смесь, потому как ромашка, это тоже ядовитые растения, значит, она может употребляться, там, на неделе-полторы-две, ну, до трех максимум взрослым, ребенком, там, неделе-полторы, вот, потом надо делать перерыв, ну, это в маленьких, конечно, концентрациях. Так, что касается промышленного детского питания, значит, ну, я немножко уже сказала про вот эти баночки супы, и что там еще у них, овощи какие-то там есть, фрукты, вот, меня умиляют вот эти все пюрешки, которые стоят на полках, просто ломятся, полки от них, вот эти, там, яблоко и морковь, это невероятно, конечно, экзотический продукт в наших широтах, да, прям настолько, что надо его консервировать и продавать для детей, ну, просто, в каждом доме найдется яблоко и морковь, которые можно вот просто вот помыл, натер и вот давай ребенку, все, вот, ну, или, там, если вы хотите приготовить, уже, там, паром его отдали, или, там, не знаю, проварили, если он, может, так хочет, или, если это требуется по каким-то причинам, например, ну, и, как я уже говорила, по каким-то причинам, если вы это еле в Сибири, ну, то, конечно, с вытасом давать не надо, вот, поэтому, это, конечно, невероятный экзотик, а, прям, чтобы аж консервировать и продавать, ну, вот, и поэтому, конечно, эти все вещи я даже обсуждать не буду, я это восстанавливаю, вот, да, еще я, что вспомнила, значит, где-то месяца после семи начнется массовая бомбардировка, с, значит, родственниками, знакомыми и прочим, 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 но это больше к пятому пункту, просто я могу об этом забыть сказать, значит, начинается массовая бомбардировка по поводу питания, как это вы не даете печенька, значит, то все же едят барни, или там какой-то еще, значит, какого-то зверя, там, иностранного, я не знаю, значит, какие-то печеньки, там, хлебцы, в виде, там, ну, типа, белый какой-то хлеб дают им это все, значит, этого делать, конечно, нельзя, то есть, ну, я могу никому приказать, он, что вы понимаете, что вы делаете, значит, это мука, то есть, у ребенка, значит, эти продукты, в принципе, они могут только отложиться, то есть, у него даже еще поджелудочно не сформировано для того, чтобы, у него нет такого количества, значит, фермента для того, чтобы ушлаивать мучные изделия, понимаете, то есть, я знаю людей, которые в 10 месяцев макароны дают, вот, ну, там, про фалансы я уже молчу, это тоже такие есть, значит, поэтому, ну, это вообще ненормально, где вы видели в природе вообще растущие макароны, то есть, это не есть продуктом для человека, а тем более для ребенка, то есть, ну, допустим, там, понимаете, это же, во-первых, там есть глютен, значит, я вот сейчас здесь об этом остановлюсь буквально на минуту, значит, если вы покупаете детские каши, сухие, кстати, некоторые из них весьма неплохие, ну, то есть, в чем их преимущество, в том, что они перемолотые, там та же самая зеленая гречка, она перемолота в муку, это очень удобно, потому что даже вы только зальете это все делать теплой водой, она превратится в кашу, вот, если вы будете делать это сами, или сезонные гречки, то вам придется постоянно молоть, там, кафенолка и так далее, и так далее, значит, то есть, вот такие, ну, только она должна не снижать больше ничего, это должна быть просто зеленая горячка перемолота в муку, все, вот, вот так должно быть, вот, больше никаких, там, подсластителей, подсолнителей, каких-то, каких-то, там, фруктовых вкусов, ничего этого быть не должно, то есть, должна быть просто гречневая мука, например, или, там, или, там, скажем, кукурузная мука все это по сути просто злак перемолотый в муку все крупа перемолотую муку вот внимательно нужно читать значит я не буду делать не рекламу никаким компаниям говорить это бренды на что я знаю что смогут ли спросить какой посоветуйте специально не хочу этого делать поскольку я знаю что разношерстные как бы слушать или да вот и возможно в тех регионах этого не будет это бренды и так далее поэтому не в этом дело совершенно бренди дело в том дело составе это первое а еще вот внимание как бы куда вы тянутся веревочки этого бренда который придет приобретать но что частенько пишет произведено в россии например или там произведено в германии там еще чего-то где-то как бы фирма дочерней это лежит какой-нибудь компании там проктолом гэмбол ну я так или прочим проктором знаете то есть нужно ответно отследить куда тянется как бы чья дочка вот эта компания какая-то дочерняя может быть компания вот это как правило не особо вскрыто просто мало ты ищет поэтому вот этим вопросом тоже лучшая задача почему наши даже есть составе просто гречневая крупа время гречневая мука то если это дочерняя компания какой-нибудь заокеанского кого-нибудь концерна да то скорее всего это гму на рысь там будет написано миллион раз упоминание что это не гмой там супер органика я уже полговорил что органика которая приведет сша и органика там тоже европейская это наш органик это две разные органики потому что органики сша нет как бы они об этом не кричали почему потому что все поля они принадлежат корпорациям ни один фермер ни одна компания не может посадить собственные семена они должны купить обязательно это законодательно поэтому когда я слышу об органических продуктах из сша ну смешно поэтому вот обратить внимание кому принадлежит эта компания неважно где мы регистрируем и неважно где проведена поэтому вот вот такой совет значит потом что касается вот это значит на кашку вот этим можно употреблять принципе только опять же смотрите на момент потом мы значит по подливка питания вообще к смеси я уже немножко сказала что не все смеси настолько страшны не во всех случаях на самом деле страшны девяносто девять и девять процентов я скажу то чего не должно там быть ни в коем случае а мне должно быть лактозы и там не должно быть глютена кто не знает глютен это белок из пшеницы это клей это клейка вина которая обеспечивает вот эту тягучесть какую-то вот значит на него может быть и зарабатывать антитела в органе не ребенка вот потом вот эти вот кашки которые продаются детские то же самое очень гречневая кукурузная это то что можно ребенку там скажем иметь потом от шести и много раньше пяти висленности от того чем его кормили до этого если грудью то раньше ой позже если не грудью значит несколько раньше можно уводить вот так вот вот эти кашки не трудно написал то что нет глютена это тоже важно почему потому что в кресле бывает такое что будем мука как бы гречневая но она смешана с пшеничной вот а пшеничную детям не надо поэтому там могут быть выплаты этого глютена такой момент потом мучиться на него содержит никаких сахаров я уже так говорила бога детского питания вернусь значит детские питания молочные это ненормально конечно понимаете это значит цельное молоко которое просто как бы размельчили и в принципе там добавили туда еще каких-то синвизированных витаминов это не не настоящие это не искусственно созданы и в общем то вы это все дело мешаете и кормите благополучно ребенка правило такие дети потом плохо переносит участие так а если вам какой-то причине пришлось привести ребенка на смесь его в роддоме там приучили и молоко не было долго на либо там болели нельзя было температура на первое было там мама кормящий да вот но масса причин но где вы на какое-то время перевели то питание нужно быть во первых максимально безмолочное сейчас попытаюсь объяснить что это такое такое есть на самом деле просто кажется кто еще тот сам идет значит и она не должно содержать никакого сахара никогда ни в коем случае она нужно быть сладким вот даже если вы купили там написано без сахара нужно следить за нючетка что он написано без сахара то вы должны попробовать вообще определить правила всегда право все что вы даете ребенку всегда вот в кашке вот эти детские то есть она не должно если вы чувствуете что но сладкое меняйте это не должно быть так а вот значит там нужно быть ну практически как трава чем один обид сладкое может быть сама малость там чисто такой природная слабость но как правило но даже несколько горчит если честно хорошего качества и чем более горчит странно сейчас странную вещь скажу но чем более горчит тем больше вероятность что вот этот молочный белок то в минимальном количестве что молоко минимальным количеством потому что молочный сахар это практически гарантированный гной органами ребенка то есть он попадая в организм он начал не может расщепиться начинает просто гнид это про это отсюда значит насморок отсюда бронхиты пневмонии детские и прочее прочее вот значит что такое без молочные смеси но их есть несколько видов во-первых есть соевые смеси значит но есть несколько торговых марок которые ими занимаются честно сказать я вот это подумал моментов но значит все-таки не советую по причине значит сегодня сложно эти не модифицированную сою и отследить и там кто поставщик этой слои для этого молока значит в принципе хотя если вы копнете как бы исторические факты то там индийские вот индийский континент вообще индийская страна в индии да вот индийские все вот это вот не только индийские но вот все страны которые ближайшие возле нее том числе значит они испокон веков использовали свою как я про кедровый орех говорил а то же самое сою делаю то есть она замачивается потом перемалывается до состояния жидкости процеживается и из нее делается свое молоко это вообще настолько старый метод выкармливание детей вот только единственно что сегодня по понятным причинам да найти там какую-то адекватную сою сложно но если у вас есть свои семена которые там 10 поколений передавались от бабушки там к внучке то тогда конечно все намного проще можно делать самостоятельно а вот поэтому вот это такой вариант значит есть и есть смеси которые так называемые гипоаллергенные гипоаллергенные значит я сейчас попытаюсь объяснить что это такое во первых она должна быть без лактозы без глютена что такое гипоаллерген это значит что молочный белок там есть молочный белок да но он берется из сыворотки во первых вот то есть не из цельного молока а из сыворотки извлекается молочный белок белок и разбивается на аминокислоты поэтому гипоаллергенные смеси если на них посмотрите бутылочки они желтые то есть стандартные смеси молочные белые такого четко белого цвета а вот эти они желтые потому что там белки разбиты на аминокислоты вот и вы видите в бутылочке непотрясно цвет жиров то есть белка концентрированного белого его нет да вот значит что это дает какой плюс мы выигрываем конечно минус что это искусственная смесь но когда возникают то есть мы как бы в социуме да вот поэтому в разные ситуации возникают в жизни поэтому что какой плюс когда белок разбит на аминокислоты то по сути так называемый гидрогенизированный белок то есть его уже гидролизу подвергли да то есть уже разбили на аминокислоты это то что должна если вы дадите цельная молочную смесь или там молоко какой-то ребенку то вот этот процесс делает поджелудочная железа и ваша и вашего ребенка то есть а это за нее сделали промышленным путем то есть разбили этот белок что происходит то есть она начинает усваиваться минуя вот эти белковые все моменты то есть поджелудочная железа не вынуждена вырабатывать ферменты для разбивки значит белка на аминокислоты вот это вот такой плюс огромный который что вы выигрываете вы выигрываете то что ребенка не будет аллергий на фрукты которые выводят продукты распада чужеродного белка то есть красные все вас не будет альгию ребенка не на цитруса не на клубнику при такой смеси вот вот это плюс это не я сейчас ни в коем случае не защищаю как бы поймите правильно не говорю что все еще с резко приводить на смесь нет ни в этом дело значит дело в том что когда есть необходимость то нужно выбрать в пользу вот этого потому что в таком случае вы прыгну вы выбираете вот этот момент что вы сможете адекватно давать ребенку нормальные продукты не вырастить аллергику потому что все стандартные дети которые искусственники на обычных молочных смесях они практически обреченные аллергики либо на цитрус либо на лимон либо на грейпфрут либо на клубнику у них будет что-то либо на киви и либо на тополин и пух или еще на что-то потому что у них запаковываются то есть на те продукты которую эту слизь будут выводить вот это и есть аллергии это вывод вот этой слизи организма вывод чужеродного продукта на продукта гниение этого вот и вот в чем как бы преимущество поэтому вот это основное правило выбора если есть необходимость перейти на подобную смесь нужно выбрать гипоаллергенную вот это обязательно то есть которая с гидрогенизированным белком то есть по сути его как бы там и нет то есть это просто продукты распада он уже расщеплен вот то же самое вот знаете когда мне про сыры спрашивали там точно та же история вот какой сыр можно есть какой сыр нельзя значит если вы уже грамм вообще кошмар не можете без сыра прям страшно наркоман сырный значит то уже лучше есть ферментированный то есть этот сыр который то есть молоко который принципе она то есть она хотя бы не будет вызывать верьги это тоже слизь конечно же да безусловно вот но она не будет вызывать такого страшного гниения но не будет вызывать просто почему потому что его подвергли расщепление добавили кислоту вот и она расщепилась и в принципе ваша поджелудочная хотя бы не страдает страдать все остальное но он хилер кишечный вот но поджелудочно это огромный огромный запас здоровья то есть если вы не угробили то восстановиться организм намного легче намного вот поэтому вот такой момент это основное правило выбора теперь касается запрещенных ингредиентов касаем значит если все-таки так сложилось в вашей жизни что пришлось прибегнуть значит к такому питанию и допустим вы все-таки выбрали хорошие гипоаллергены что нужно какие ингредиенты быть не должно должно быть значит то никаких мальтодекстринов заменительный сахара усилителей подсластителей подкислителей прочность и что в составе желательно это вот вот это самый гидрогензированный белок потом набора будет каких-то жиров скорейшего поля не насыщены но по сути что это по сути масла которые разбиты на молекулы промышленным путем вот за вот это вот по сути питательная среда потом будет набор наборки ферментов витаминов то есть вот такое вот вот это ни в коем случае не является постоянным нормальным питанием то есть максимально быстро уводите гидрогензированный долго с этого вот этого как временная мера может быть вот это не должно быть целый день конечно нужно чередовать если есть возможность то не говорил уже об этом что переводите на кедровое молоко а значит такой момент теперь касательно ошибок что делают как какие ошибки когда приводит я же говорю об искусственникам либо о людях которые хотят в этот момент отвечать от груди там где-то год полгода девять месяцев это конечно не нормально вот такого быть не должно вот единственная я уже говорю причина которая позволяет это ваша какая-то серьезная болезнь температура и прочее это инфекция вирус там на такие вот вещи вот я думаю что многие может быть слышали может быть нет что когда женщина осознает что она очень загрязнена и она кормит ребенка по сути фирию а не молоком то приходит к таким мерам что осознательно отлучают там допустим на неделю там может быть на и проводят чистку для того чтобы хотя бы несколько уменьшить концентрацию и тогда ребенок становится более здоровее то есть он меньше но меньше газики у него исчезает выделение из носа потому что он есть уже более здоровое молоко вот многие поднимать о чем я многие забывают что очень-то грудная железа через молоко это тоже является мощный железо не это тоже является выделительной системы а все выделительные системы они конечно выделяют продукты распада каких-то гнилостных неправильных процессов в том числе поэтому вот основная ошибка это корни продолжает дальше кормить ребенка вот это вот этим всем и получить в итоге гордиться тем что вы его там до трех лет покормили грудью и он вам вопакованы весь на методиотиках живет ну по-моему это гораздо хуже или там делать чего сделать ребенка сделать ему хроническую астму для того что он весь гной с вашей груди не сосал то есть но я думаю что это не здорово лучше уже потом подлечить его после этой смеси каких-то в какими-то фруктами это будет гораздо правильнее теперь нас касательно ошибок по выбору продуктов питания промышленных но я принципе их уже все озвучила даже тут не буду снова задерживаться значит первое что-то покупают вот эти все эти супчики и пюрешки в бутылках это делать нельзя это не годится все конечно значит потом основная ошибка это значит покупают переводят на смеси постоянно то есть все ребенок есть только смесь так быть не должно абсолютно это может быть как докорм как докорм как компенсация того что вы по какой-то причине времени не можете кормить своим все вот но никак не основным питанием абсолютно нет то есть несколько раз в день если по сильно маленький и максимум 12 если это уже месяцев 9 10 вот так вот и выше что касается последствий рассказала зачем какие последствия ожидать ребенок искусственный скорее всего будет аллергия уже объяснила почему если вы кормите его стандартной молочной смесью а значит потом момент какой а значит обязательно если так уже получилось ребенок искусственный нужно параллельно давать ему какие-то очищающие этого отвары то есть правильные это может быть я же говорил уже липа ромашка мелиса фенфель что угодно что-то такое да вот что потом нужно нужно давать жидкость обязательно чтобы его организм система вывода это все выводили потом нужно давать обязательно фруктовые соки потому что значит особенно яблочный яблочный морковный значит они очень хорошо компенсируют как бы как объяснить недостаточность что лет материнского молока потому что там своя витаминная группа есть очень ценная вот который ребенок не получает по каким-то причинам значит нужно компенсировать через жидкость которая входит витаминная группа потому что жидкие это не усваиваются быстрее вообще все жидкое устраивается быстрее вот и попадает напрямую в кишечник все что жидкое попадает сразу в кишечник вот ну прям как сразу то есть это гораздо быстрее чем пища на то есть это минуется процесс пищеварения всасывания быстрее поэтому вы вот это компенсируете нужно обязательно приучать ребенка поэтому иначе будут последствия не такие страшные как при стандартном молочном питании конечно то есть не будет каких-то барахитов там страшных но все равно несколько обделяете конечно ребенка не давая материнское молоко вот но поэтому нужно это компенсировать вот вот такой вот основной обзор который я хотела сделать возможно ли делать вопросы мы дальше его раскроем хорошо хороший у тебя получился доклад кратенький дальше есть конечно вопросы я предлагаю перед вопросом сделать небольшую музыкальную паузу как ты на это смотришь да да пожалуйста в этот раз я поставлю еще одну спокойную песню из известного фильма бумбараж песня про коней как они ходят над рекою хочет кони водопоя я думаю что эта песня вполне сойдет за колыбельную вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню что по одному из современных календарей 14 июля 2016 года четверг по одному из старинных 13 день месяца получения даров природы 7524 лета шестица естественное правильное детское питание такова тема сегодняшнего нашего эфира и главный автор соведущий у нас наталья чернова если никто не возражает то переходим к вопросам которые появились в чате народного славянского радио напомню чат находится на сайте slavmir.org попасть на этот сайт очень просто в любом поисковике набираете народное славянское радио после этого оказавшись на чате вы ищите слово оказавшись на сайте вы ищите слово чат и дальше если еще не зарегистрировано придумайте логин пароль указывайте e-mail куда будет приходить вам ответ и после этого можете пользоваться и так наталь к вопросам переходим да 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 елена 777 вопрос в эфир если у мамы мало молока чтобы вы посоветовали для увеличения лактации ну на самом деле как говорится все самое хорошее на самом деле простое вот поэтому можно в принципе если проблема не гормональная там скажем пищевого характера то есть недостаток каких-то это элементов то можно принимать травы которые будут очень полезны ребенку это анис это фенхель тмин укроп ну как трава не сами трава отвар отвар вот настой этих продуктов значит потом тоже мелиса душица ну вот лучше всего конечно такое сочетание как фенхель тмин укроп анис вот такие вот настой это все залить настояли вот и принимаете там где-то по стакану ну примерно стакан-два вот так вот в сутки вот таким только мелкими мелкими ну то есть не махом конечно вот потому что уже все-таки кормите это будет очень хорошая профилактика и как бы газиков в том числе и детских но вообще это будет ну как бы увеличено достаточно давно известно что эти продукты увеличивают есть конечно более как бы кардинальные меры там но они связаны поскольку я занимаюсь эфирными маслами да но есть прием как бы внутрь фармацевтических эфирных масел вот но это индивидуально нужно обсуждать и назначать то есть это невозможно вот так вот во всеуслышание всем 1 1 момент подсказать понимаете то есть вот ни в коем случае я бы не советовала никакие препараты принимать поскольку я уже объясняла что невозможно повлиять на только на один гормон и скорее всего вы себе нарушите весь остальной гормональный фон вот прием таких вот препаратов поэтому поэтому и еще увеличивает лактацию это если мало молока то и проблема возможно даже в груди то есть может быть ребенок не дотягивает такая бывает очень часто вот это все заставит то есть возможно нужно несколько раз сидеть для того чтобы она прибыла в это кое-что тугое молоко ребенок просто не дотягивает и у них ну как бы не хочет да вот не хватает у него как бы вот либо силы либо желания знаете практически капризные принципе вот поэтому вот такой формат еще часто встречается то есть многие думают что проблема там в том что молоко не прибывает а на самом деле на прибывает просто ему некуда прибыть то есть вам нужно убрать такого тоже бывает но принципе я вам повела ну последовательно попить вот эти травяные настой сейчас много промышленных чаев продается вот этих всех травами уже готовые сборы вот только следите за тем чтобы они там не содержали никаких добавок и подсластители подкислитель и прочего это конечно быть не должно конечно самые сильные это лесные травы и вот честно которые вывод ну тоже мелиса которая самостоятельно сорвана и ну как бы не слышали стороны цены что максимально как объяснить меньше проходила обработок промышленных она будет сильнее на порядок если надо того что на огороде растет то еще лучше или там тот же фенхель на огороде сейчас выращивать вообще не проблема у кого есть такая возможность у кого нет то лучше покупать делать из готового фенхеля самому вот эти вот фенхель такой укропный знаете есть фенхель корневой а есть такой укропный вот я об этом говорю хорошо хорошо давай посмотрим дальше следующий вопрос поступил от миколаевича здравия вопрос в эфир помидоры и перцы полезно ли как картофель ведут к ленности полезны ли или как картофель ведут к ленности от молока плохо в желудке оно не полезно мне варенье с медом как сделать чтобы крышки на банках не взрывались ого сколько вопросов а как ты хотела да и все разные особенно про варенье с медом интересный вопрос сейчас давайте по порядку значит по поводу помидоров с перцем в общем то для меня это какая-то новость что помидоры ведут к ленности вот картофель безусловно это же слизистый продукт понимаете все где есть жидкости много да вот помидоры томаты там и прочее это перцы точно это сочные продукты то есть там где есть много влаги и жидкости они никак никаким образом не могут приводить к загущению чего-либо любой жидкости в нашем организме они наоборот очищают поэтому люди которые едят много овощей фрукты в принципе меньше пить хочется поскольку там жидкости ну неплохо содержится до немалое количество вот но это совершенно не заменяет воду конечно же вот потому что многие так думают значит вообще конечно сколько мнений сколько людей столько мнений вот но я здесь схожу из результативности потому что люди которые не употребляю жидкость и при этом кричат что только в фруктах и в общах не достаточно все-таки при этом каких-то диагностиках обнаруживается что не так уже достаточно поскольку как бы выделительные системы их еще нуждаются в выделениях понимаете то есть они явно за еще продолжают быть закисленными и так далее по анализам их среды организма не все-таки в общем-то не идеальны и даже далеки половины идеальность по поводу помидоры перцев нет не знаю такой информации может у вас есть поделитесь поводу ленности может быть генуло помидоры потому что ну как бы есть же помидоры а есть же как бы аналог помидоров но мы все знаем в магазинах лежат сурки такие вот они похожи на помидоры помидором это назвать сложно не очень твердые очень такие как теннисный мячик да вот поэтому возможно вот эти поводу обычных помидоров не знаю самый полезный слой помидоров это желтый вы знали он максимально вводит слизь с организма вообще все что желтая это очень сильно слеза если слизи и желчегонные вот это нужно запомнить потому что люди которые страдают автоматическими заболеваниями желчными заболеваниями и то же самое касается не только продуктов но и цветов и трав и то же самое вот все что вообще очень легко природа позаботилась как зеленые белки и желтая слизистые органы вся все это значит способствует там все что что у нас на красное это все что связано с тоже с очисткой в общем короче масса всего по словам помидоров о этого картофеля ну здесь там все понятно в принципе я уже миллион раз об этом говорила что картошка которую мы сегодня привыкли видеть и наблюдать это все генетический продукт это не есть изначальные изначальные овощи понимаете то есть в принципе где-то даже морковь то же самое что морковь изначально наш фиолетовая была поэтому как бы как свекла в принципе то есть то что мы сегодня ее видим она несколько уже изменилась конечно с картофелью то же самое максимально природный картофель это батат вот это пенамбур то есть он должен быть сладковатый поэтому и употребляться он то есть понимаете тот продукт который перестал быть съедобным и вкусным да вот в стандартном сыром виде первозданном своем это уже видоизмененный продукт то же самое касается кстати многие не знаю многих кабачков многих сортов кабачков там та же история тут баклажаны они ближе потому что у них хоть какой-то там вкус природный есть да все что совершенно безвкусно и ватно и так далее это все уже видоизменено вот поэтому ну с картошкой то в общем то все ясно поэтому это не продукт для употребления и это продукт это не продукт для сравнения с помидором уж точно ну пожалуй разве что вот этим пластмассовым то есть их нельзя сравнить это абсолютно два разные группы продукта картофель это крахмальная группа если говорить мы сегодня говорим о детском питании то это совершенно непрекунный продукт в пищу ребенка это очень серьезный крахмал вот то есть он связывает связывает значит среды в организме в том числе в кишечнике то есть ну в общем короче масса всего он переводит насмерку это слизь есть такое мнение что у картофеля для ребенка якобы содержится магний или я уже забыла что-то мне говорили где прошла информация то ли витамин к ну это вообще бред полнейший вот поэтому вам это скажет любой биохимик можете сдать в лабораторию не сказать что-то картофель сказать что-то понимаете ну то есть и проверить этого этого конечно нет вот это там основном это ну в основном это клей это все чем-то крахмал и и так далее вот поэтому мало что там конечно вы возьмете ребенок тем более растущий организм вот перцы можно вводить я говорю по ребенку а это детях специально потому что детский эфир отвечая на вопрос в формате детского формате подразумевая потому что мы это ребенком давать касательно перца месяцев до десяти я бы его не давала по какой причине это продукт тяжелый вот ну как бы это хорошо это у вас все но даже в овощи есть у них какие-то классы да значит потому как для его переваривания необходимо задействовать активно поджелудочную перестальтику кишечника у деток кишечник очень еще такой нежный да то есть им желательно нежные продукты более вот поэтому перец у него грубая клетчатка вот вы можете ему дать кусочек там месяцев с десяти вот я начала давать еще наверное месяцев с десяти это десять с половиной вот так можете дать ему кусок большой такой чтобы он не проглотил и пусть снова высмактывая то есть он этот весь сок оттуда высмочит заберите просто и заметьте у него непосредственно самому ну как бы саму оболочку саму клетчатку вот и кстати на томатов вот помидоры то желательно чистить потому что эти шкурки у него не переварится то есть у него в таком формате и выйдут вот эти шкурки то же самое касается ягод многих вишню вот значит вишня как правило тоже она выходит в таком же форме если вы его не подавите то есть лучше и понять хотя бы вилкой потому что скорее всего это проглотит в такой форме играющийся да и вот она так и выйдет его мало чего усвоит поэтому лучше помните чтобы он усвоил по максимуму издал продукта ну вот так отвечу на вопрос что там дальше но там еще было про молоко от молока плохо в желудке оно что мне не полезно но мне удивляет сам вопрос если плохо в холодке то наверно 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 очень полезно значит ну вы понимаете что молоко это уже столько не уговорили значит это чужеродный белок это питание чужеродные чужого другого вида вида другого ну пойдите знаю подавите свиньи выпейте молоко в чем разница никакой разницы абсолютно почему тут к этим коровам привязались не непонятно вообще вот меня это загадка честно четким коровам привязались пойди свиной у всех вызывает отвращение как бы сразу да вот но почему-то колоби не вызывает но самый главный аргумент такой здравый да вот как бы он несколько и научные несколько и понятней что ли не знаю я постараюсь объяснить я уже это говорю на прошлом эфире на позапрошлом эфире давайте забыл давайте порассуждаем значит во первых молоко это окисленные жиры то есть природа так задумала чтобы дети высматривали молоко которое не соприкасается с кислородом вы заметили вообще этот момент то есть ни одно вообще существо в природе не пьет молоко которое уже извлечено и постояло то есть так задумано природой что мы должны присосаться к груди извиняю такие слова но просто по-другому до людей видимо ну вот туго доходят сложно понять я это понимаю потому что вбивалась культурой но в кавычках культурой там веками да там годами не за десятилетиями и поколение в поколение вот поэтому сложно так вот значит так придумано природа что мы для того чтобы усвоить молоко и не отравиться и нам не было плохо в желудке мы должны как бы присосаться в груди мамы своего вида желательно для того чтобы этот продукт получить не окисленным потому как если он соединяется с кислородом то есть мы его извлекли а то там постояло какое-то энное количество времени в ведре а уже говоря о фарковании фасовании пакетах это я вообще молчу это все понятно значит то если оно окисливается то это ведет к таким же окислительным процессом в организме в общем это целая цепочка событий потом значит для его усваивания необходимо определенное количество ферментов которые выделяют наши поджелудочная железа и там есть определенная часть этого органа выделяет значит гормон который называется инсулин значит если вы это дело пьете то происходит но я не хочу это все научную вещь ходить короче говоря происходит диабет будем то есть инсулина недостаточность вот и все то есть расщепление молока происходит это первое второе там есть белок который будет гнить точка коже 2 как и смерть если белок гниет вам плохо в желудке я надеюсь так понятно вот ну что все что гниет нам от этого плохо потому что все что неорганическое продукты гнилений это неорганическое организм будет выводить поскольку мы умная такая биологический машина что если нам от чего-то плохо мы должны это вывести если мы что-то выводим то значит на это тратится энергия вот я в этом уже говорила не рад что на любой процесс в организме происходящем организме тратится энергия когда это касается детей это особенно страшно потому что то энергия которая должна идти на их рост у них развитие и так далее она уходит на нейтрализация вот этого всего кошмара который записывает в их организм понимаете то есть он эту энергию не тратит вот я пример расскажу на собственной дочери у нас там ну вот это к пятому вопросу возвращаясь да вот он сейчас один из месяцев с половинкой и когда ребенок подошел и поднял пятилитровую бутыль полную воды совершенно спокойно оторвало от пола и как бы пошла с ней понимаете в один из с половиной то но многие вопросы от сами собой отпали почему потому что эта энергия которая должна быть свободна на вот это развитие на вот это вот прыганье бегание данного на развитие рост организма нормально так далее она у всех остальных детей она идет на поэтому остальные детки на фоне таких вот они более вялые они более усидчивые многие думают боже невероятно спокойный ребенок он такой усидчивый посадил в коляску и сидит если у вас ребенок совершенно спокойно сидит в 10 11 месяцев там 12 вот сидит в коляске там два-три часа я бы напряглась честно потому что скорее всего там плохо в желудке из-за молока но я так утрирую понимаете вот о чем я говорю то есть у него огромный огромный ресурс энергетический который должен высвобождаться он идет в данное время вот эти часы на вот это перелопачивание вот этого всего чем его накормили понимаем у никуда ему не у него нет силы прыгать бегать вот у него нет силы поднимать 5-литровые баклажки вот в чем момент который надо понять ну я думаю что я доходчиво более-менее объясню вполне вполне ну а что скажешь про варенье с медом как сделать чтобы крышки на банках не взрывались тут как ты специалист не специалист ну я наверно не специалист по консервированию что я не консервируем вот я противник этого вот любая консервация это не жизнь я думаю так тоже понятно как вы консервировали это не живут их должны это понять поэтому если вы делаете какой-то продукт с ледом или какие-то ягоды хранить это в холодильнике под обычной крышкой все равно вы не сделаете запасы на 10 лет да и мне зачем в принципе вот это дело ну я не знаю может про себя берна война но я думаю что варенье с медомом в этой ядерной войне вряд ли поможет вот поэтому ну то есть консервировать закатывать это все дело это все равно мертвый продукт там развиваются а также возвращаясь их науки микробиологии там развиваются анаэробная то есть бактерии которые живут без кислорода тем более в сладком это это я могу точно сказать поэтому ну лучше не закрывать такие такие продукты лучше их делать но на какое-то время они продолжают там месяц на полтора вот таким образом сушить людей напугаешь на ночь глядя но здесь надо пометить что сказать вот такое понятие на мой взгляд как варенье и мед эта вещь в общем-то не совсем а может быть часто совсем несовместимые потому что если мы нагреваем мед то в общем то он медом перестает быть в том смысле как он в природе существует да я я закончу просто вот поэтому когда мы говорим варенье с медом но от него польза будет прям такая же как варенье с сахаром но будет там наверное чем-то попахи таким медовым но пользы от этого большого не получите это первое во вторых мед по сам по себе выдержанный правильный мед от правильных пчел это уже хороший консервант да поэтому если вы хотите что-либо законсервировать на какое-то непродолжительное время но возьмите вы сухие но помытые потом подсушенные фрукты те же самые залейте просто медом поставьте и все но если вы начинаете разбавлять это все дело то в том случае естественный медовый консервант разбавляете и он превращается просто сладкую среду в которой бактерии могут активно развиваться это тоже надо иметь в виду когда вы будете это все делать делать поэтому есть такие ураганные препараты которые домашних условиях делаются для повышения там гемоглобина кто там энергии тут чего еще где применяется мед на орехи с медом да вот бывает так что человек вообще там вот невозможно подняться ложку в рот засунул мед с орехом там разжевал как долбанула подскочил побежал дальше но до таких случаях наверное что-то еще может подойти и это надо понимать что это деликатес который употреблять надо чайными ложками а не большими поварешками поэтому большом количестве заготавливать я не знаю но если у вас семья конечно там 20 человек ну да можем там сделать трехлитровую банку чего-то там с медом заготовить и потом каждому выдавать там несколько чайных ложек за чаем к примеру но если вы живете двоем-троем то сделать его по чуть-чуть так чтобы это было вот ну у вас так сказать на на всякий случай стояла холодильнички ну вот попробуйте во всяком случае не делайте большие запасы для начала а попробуйте мед выдержанный мед смешать вернее залить медом что-либо в небольшом количестве посмотрите как это все будет у вас тогда и сами для себя найдете вариант потому что еще здесь зависит от того выдержан мед не выдержан какого сорта мед то есть какие растения пчелы опыляли в этот момент и так далее из какого места мед здесь очень много что может быть дальше подогревал мед продавец не подогревал выдержанный не выдержанный вот это все надо иметь ввиду поэтому однозначных советов вряд ли кто-то вам даст вот что вы имеете под рукой с тем экспериментируйте дальше вопрос эфир от владимир разметич наталья почему детям нельзя давать хурму что еще нельзя давать из овощей и фруктов это вообще какая-то новость для меня что я не знаю мы едим хурму наверное месяцев с пяти вот мой ребенок есть хурму месяцев с пяти и более того ее надо давать без шкурки особенно если у вас выпало полугодовалый ребенок выпал на зимний период то его надо давать поскольку она очень хорошо чистит вообще хурма один из самых мощных чистильщиков всей слизистой системы я об этом уже говорила не раз бронхи легкие там и прочее прочее вообще вся дыхалка вот она очень хорошо чистит плюс она очень хорошо освещает то есть это органический сахар дети с удовольствием едят то есть вообще с таким удовольствием вот и ну то есть сначала даете полу ложечки потом там две потом одно в смысле потом три потом это уже какая-то пиалочка небольшая но потом дошли до ну потом это там где-то через недельки полторы до съедания вообще целиком ну то есть просто шкурку убираете вот если что она была мягкая то есть максимально было невязкая конечно вот но по сути несколько подмороженная вот это да конечно вот но почему не задавать то есть ну можете как бы уточнить почему у вас такая информация я впервые такое слышно как впервые я могу догадаться откуда у вас в принципе такая информация скорее всего это какой-то из официальных педиатров будем так нежно их называть значит он такой последний почему они так говорят потому что это оранжевый продукт опять же вот эта вся значит разноцветная история вот оранжевая красная значит что у нас еще желтая это все нельзя это табу для детей тем более для беременных вообще кошмар потому что аллергия потому что это якобы аллергия почему она оранжевая тем более на форму может быть аллергия я уже объясняла потому что она выводит лишнюю слизь из организма расщепляет и выводит естественным путем через все возможные отверстия какие у нас только есть насморк не знаю через мочу через кау и так далее даже не заметить этого процесса по сути это очень хорошо тем кто наел эту слизь забеременную но только конечно нужно иметь какую-то уверенность попробовать просто не вызвали для вашего ребенка аллергии то есть они боятся аллергии вот почему запрещают но аллергия возникает не из-за формы вы же поняли то есть то что вы видите аллергическое после формы это она просто это выводит поэтому к этому продукту нужно постепенно подойти плавно то есть если есть на нее реакция значит пока отсрочили подавали какие-то травяные чаи какие-то яблочный сок какой-то да а потом плавно начинаем переходить на фурму вот таким вот таким образом если ребенок сразу ее нормально переносит то ее должна выдавать это один из самых лучших прикорма то есть это органический сахар понимаете это глюкоза глюкоза это энергия для ребенка поэтому ну в общем то вот так вот ты правильно уточнила органические потому что как произнесла слова глюкоза сейчас некоторые могут побежать в аптеке накупить пачек с глюкозой и начать ребенку в это дело засовывать вот все что связано с концентратом вот это все вредно все что природное то полезно вот это надо понимать кто-то говорит вот я про тени сахара и вообще ничего сладкого не ем я говорю а сахарную свеклу сахарный тростник их же можно употреблять потому что там клетчатка там все на месте там ничего не разрушено это все попадает в организм в том виде как она в природе есть а вот если вы уже отожмете сок сахарный из той же свеклы и из того же этого тростника и потом это все отварите перегоните очистите там что-то еще сделаете но посмотрите фильм как сахар делается она плохо станет и вообще потом сахар есть не будете то тогда это уже вредно во всех смыслах так что концентрат рафинат вот это вредно а природные но ну редко бывает вредным именно в таком виде конечно есть отдельные продукты которые вредны природные мы сейчас не примерим мы говорим про сладкие вот эти продукты которые здесь говорились которые содержат глюкозу и фруктозу так ладно хорошо еще из овощей что нельзя давать детям из овощей ну каким детям понимаете если говорить о детях до года то то в принципе надо уточнить возраст каким детям вот в принципе можно давать все но единственное чтобы до года это были очень нежные продукты вот но если вы уверены в отсутствии аллергии то есть если у ребенка не вызвало высыпание если вы нормально питались не ели чужого вот понимаете какая гарантия можно научиться как гарантировать что у ребенка скорее всего не будет аллергии на какие-то цитрусы там или ягоды красные или фрукты красные или овощи красные оранжевые значит как этого защитить и как-то понять если вы не ели чужойный белок как только если вы это все ели то есть молоко мясо рыба яйца если вы все это ели время беременность вероятность такая конечно конечно если вы этого ничего не ели можете этого не бояться потому что аллергия происходит только на чужеродный белок только и все никаких фруктов и цитрус аллергии не вызывают они провоцируют удаление продуктов распада чужеродного белка это надо усвоить поэтому если вы значит это все употребляли время беременности то конечно ребенка может на это потерять на эти продукты потому что он распакован продуктами распада этого белка то есть гноем то есть гнили вот это надо понять поэтому к этим продуктам фруктовым овощам такого цвета нужно идти постепенно то есть сначала очистить слизистые через продукты не красного цвета но если нужно есть то есть это это те же баклажан ой кабачки это те же пакетсон если говорить об овощах это желтые помидоры вот они не вызывают никаких реакций но при этом мощно чистят тоже вот потом это что-то машина делим любая брокколи делами постоянно то есть можно поднять еще брокколи можно есть каждый день практически ребенку цветную капусту тоже можно есть потом на этот маленькую капуста боже вылетела с головой мы все поняли брюссельская тоже как гони vypна сладковата они в ткан теперь значит трент 1 мк да момент этот первый раз мы никогда не днем первого первого в том что дать не попробовать на вкус но не дать работать чтобы она познакомилась с вкусными ленту но она была подв Kings не дала этого нет почему что жесткая крича в общем так много в этом порта почему даже даже если вы ели эти сырые продукты, потому что все равно 99% из нас, мы не являемся сыроедомы изначально, из рождения. То есть микрофлора наша все равно вареноедная, она перешла ему все равно. То есть мне так примитивно говорят, да, то есть потому как в зависимости от того, что мы ели, формируется микрофлора. Поэтому мы первая арена, первые пару месяцев даем это все парам обязательно. Нам перемалываем, вот и все. Касательно фруктов это могут быть ягоды, это могут быть, ну в смысле от сезона, на который это выпало, это могут быть апельсины, персики, что там еще. Ну вот, например, у меня там половина знакомых падает в уморок, что ребенок там 10 месяцев ел грифруты. То есть ей очень нравится. Ну то есть, понимаете, надо посмотреть от ситуации. То есть возможно в вашей ситуации, как бы, в грифруте и не стоит есть, поскольку они могут выживали вызывать брожение, потому что, например, вы давали там молочку, вы там давали какие-то супы вареные, например, часто. То есть это тоже фактор. Но не давать совсем фруктов нельзя. То есть просто давать эти фрукты, которые максимально нейтральны. Ну то есть это могут быть яблоки, это могут быть сливы, какие-то, не знаю, там, овощи, любые абсолютно. Ну, любые в промках там его нежности. То есть месяцев там с 8, ну, с 9 хотите чуть позже. Можно давать свеклу, несколько там тоже пропаренную, перетертую. Вот. Не вываривайте ее, потому что вы это все сольете, просто с водой, и она не получит практически, она получится никакой, просто. Вообще, если вы выварили овощи, вылили эту воду и дали ему, это просто мертвая белковая структура. То есть маленький организм, это тоже слизь, только она в меньше конкретной форме, чем, скажем, от наса и так далее. Вот. Поэтому в паровой форме можно давать у нас такие вот максимально нежные продукты. Вот. Ну, пожалуй, вот, вели, я же говорю, не ароматические, не какой-то кинзы, конечно, я уже это говорила, вот. Но, тем не менее, ее нужно давать. То есть это может быть тот же фенхель, укроп, петрушка, потом листья салата, это, может быть, тем более выращивание, это вообще будет здорово. Шпинат. Вот это все может быть сыры. Вот. Велень вся сырая. Ну, то есть, тем более шпинат, вообще варить нельзя. Вот. Вот эти все шпинатные супы меня просто вообще удивляют. Вот. Это же очень-очень концентрировано. То же самое с щавелем, и тем более. Это все щавелевая кислота, она становится ядовитая, практически едучая. Щавелевая кислота становится, которая выварена из щавеля. Вот. Очень серьезный продукт, который может вызывать эрозии, может вызывать язвы в желудке. Но это работает только при ее выварке, то есть, когда его вы варите. Поэтому этого делать нельзя, конечно, тем более детям. Поэтому вот так вот. Хорошо. Следующий вопрос от Инварь пришел, который вторит вопросу Владимира Зметича. Я вот очень много слышал о том, что есть нельзя. Вот бы где найти список того, что есть можно. А то неудивительно, что некоторые потом переходят на прану. Ну, те, кто переходят на прану, я думаю, что они по другой причине это делают. Потому что есть нечего. Просто, хотя, кстати, это хороший вариант. Касательно, что можно, в общем-то, список тот же. Фрукты, овощи, некоторые крупы. Опять же, детям не все крупы можно. Ну, кем-то и взрослым тоже. Все крупы, которые белково содержат. То есть, что такое глютен? Надо разобраться. Значит, не надо давать детям крупы, которые содержат глютен. Это белок, который генетически необходим птицам. То есть, это определенные сорта пшеницы. Это, то есть, не все пшеничные необходимы людям. Потому что тоже у них сорта есть. Вот. Как правило, распространенные, то, из чего делается сегодня хлеб, вот этот белый, дрожжевой, да, стандартный. Это все глютен, содержащие сорта пшеницы. То есть, это еда птиц. Мы забираем еду птицам. То есть, у зверей мы задали там мясо птиц, пшеницу, то есть, и так далее. Вот. Значит, ребенку пользуются достаточно будет кукурузной, потом, чтобы у нас еще и гречневая, зеленая, конечно. Рис, такой, не специальный тоже сорта там есть. Но, как правило, детские каши они это содержат. То есть, которые содержат клетчатку, не крахмальные сорта. Что там еще у нас есть? Некоторые злаки, вот. А также, которые не содержат вот этого белка. Вот. Глютена. Глютен – это просто генетический белок, предназначенный птицам. Наш генетический белок, он находится в зелени, все, что зеленого цвета. То есть, наша ДНК его распознает. Это вам скажет, вот, вообще, хорошее, не знаю, такой тандем в плане объяснения пищеварения, наверное, получился бы из такого честного генетика и честного биохибрика, на мой взгляд. Потому что они вот в тандеме могли бы очень, в общем-то, серьезный склад сделать. Ну, они бы, может быть, и уже сделали бы, если бы, если бы не определенные, ну, факторы, да, на нашем плане, не так говорить. Ну, поэтому, в принципе, это все не такая проблема даже понять. Вот. Поэтому употреблять стандартный список. Это некоторые крупы не глутенцодержащие и не слизистые. То есть, овсянка каждый день это, ну, так нельзя делать. Это очень слизистый продукт, вот, это вязкий продукт. Поэтому, конечно, нет. То есть, все, что, по сути, максимально ощелачивает, максимально мало содержит слизи какой-то, то есть, это должно быть, ну, что, если слизи задерживаются в организме, тем более в детском, то это очень серьезно задерживает обмен веществ вообще в организме. Вот. Поэтому фрукты, овощи, зелень, орехи, и то не все, потому что есть сорта орехов, которые невозможно, чтобы они были не жарены, например, на фисташке, вот, то есть, они по-любому подаются обработке, поскольку у них есть горечь там ядовитая в них, и так далее, и так далее. Потом есть некоторые орехи, которые очень тяжелы для нас, типа пеканы, вот эти все и прочее. То есть, ну, если в этом сидите, один-два в несколько дней, ну, ничего. Если там его есть килограмм, ну, в принципе, у нас такая цена на них, что килограмм его и не поешь, поэтому, я думаю, об этом можно даже не говорить. Поэтому фрукты, ягоды, вообще, вот по-моему, по-моему, природа все подсказывает. Настолько очевидно, то есть, все, что растет и может вырасти заново, это все нужно есть, можно есть. И у нас, к сожалению, совершенно выпала из поля времени культура питания дикорослыми. Мне это, честно говоря, настолько обидно, что вот многие дикорослые травы, даже в деревнях люди живут и понять не видят, что это все можно есть. Ногами вытаптывают, при этом свиней, коров выкармливают. Ну, к сожалению, вот так. Хорошо. Так, следующий вопрос, смотрим, поступил от Михаила из Москвы. Здравия, Наталья. Сколько кормлений в день нужно для малыша и его нормального роста? Или в каждом конкретном случае по-разному? Ну, вот, конечно, по-разному. То есть, опять же, какого малыша? Месячного, двухмесячного, шестимесячного? То есть, очень вопрос неточный. Ну, есть какие-то, есть нормы, конечно, примерно вычисленные уже за много-много вековую традицию выращивания детей, да, то есть, стандартно это, в принципе, ну, я не знаю, несложно сказать, по какому возрасту сориентировать. Там, в полгода это может быть семь раз, ну, в, скажем, месяц от девяти с десяти это не чаще пяти раз. Вот, почему не чаще, я говорю, это не значит, что если он захотел, потянулся ручкой вот надуркой, вы там ему сказали не ай-яй-яй, пять раз уже ел, нет, нет, нет полноценных кормлений, то есть, полноценных, когда вот вы там сели с ним, взяли там, мисочку, съели какой-то кашки или каких-то там, не знаю, перетертых овощей или там, что-то там, не знаю, или какого-то там, что-то там, такое конкретное питание, да, вот это, вот, это, 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 это индивидуально, то есть, если ребенок не добирает веса по какой-то причине, надо разобраться по какой-то причине, то есть, только количеством еды регулировать вес, это тоже неверно, то есть, возможно, причина то, что он не добирает, совершенно не в еде, вот, а в какой-то другой проблематике, например, там, у него нарушение обменов веществ, возможно, там, с кишечником проблема, да, и он не усваивает, вот, возможно, нужно поменять, например, зависит от того, что вы едите, либо рацион маме, который вы кормит, либо рацион ребенку, то есть, вырастить другую флору ему, да, то есть, более полезно, возможно, ему что-то нужно попринимать, тот же фенхель более усиленно, например, да, чтобы улучшить, как бы, эту флору в организме, в кишечнике, то есть, ну, это такой вопрос сложный, честно говоря, например, в месяц у ребенка, в месяц жизни у него одно, одно количество кормлений, вот, ну, в принципе, если ребенок просыпается ночью, там, больше, там, двух раз, вот, и вы ему каждый этот раз даете есть, это ненормально, так быть не должно, конечно, вот, то есть, скорее всего, он хочет пить, это процентов 90, либо его что-то беспокоит, то есть, нет, не может быть таком, что ребенок даже новорожденный, хочет есть каждый час, я такое часто слышу, там, знал, чем он отдых, ой, домой, там, каждые два часа, нет, ну, так не бывает, понимаете, то есть, вы же не хотели каждые два часа есть, почему вы думаете, что он как-то отличается от нас, то есть, он может хотеть, там, каждый, ну, ну, три часа, но, не знаю, но не каждый, каждые два часа, каждые 4 часа может хотеть есть. То есть так не бывает. Это ненормально, что ребенок ест по протяжению суток каждые два часа. То есть это что-то ненормально. Либо ему мучает жажда, либо у него повышенная, может быть, даже глюкоза. Может быть, у него, ну, понимаете, где-то надо искать причину. Либо ему пить хочется, либо ему не хватает питательности в вашем молоке. То есть количество вы ему даете, а питательных элементов нет, то есть не всегда количество должно быть большое. Вообще я вам скажу, что у маленьких деток лучше регулировать ценность, калорийность пищи неразмером. То есть, ого, мы вот, значит, весили там 5 килограмм, значит, едим там 100 грамм, грубо говоря, да, вот мы стали весить 10, значит, едим 500 грамм, но я так образно. То есть нет, такого нет, вы можете, вы, конечно, должны увеличивать несколько опор, но в рамках там здравомышля, конечно, и лучше регулировать эту еду калорией. Ну, то есть, если вы ели, например, там только кабачок, например, перетертый там, да, то, значит, если он стал старше, давайте к кабачку там гречневой каши, плюс зелень, понимаете, то есть регулируйте не столько размером, сколько калорийностью. Почему? Потому что у девок очень, у них растущий организм, у них еще очень нежные органы, у них очень легко растягиваются животики. И потом вот эти вздутые животы, вот наверняка увидели вот это у детей, это тоже ненормально. То есть это тоже приводит к, ну, в общем так, у них растут еще кости, поэтому выпеченный живот у детей влияет на формирование осанки очень серьезно, потому что компенсаторно будет формироваться сколиоз. То есть если вы ему будете делать пузик, ребенку, то растущая кость обязательно будет делать компенсацию выше в грудном отделе, то есть будет вытачиваться такой как горбик со зрением. Ну, это обычно анатомически будет сформировано. Поэтому вот сколько кормлений, я же говорю, что, ну, я думаю, примерно ответила. То есть после 10 месяцев, не больше 5. Этого достаточно вполне для нормального, то есть каждые 4 часа примерно, я с ребенком, до года, например. Угу. То есть получается чередовать еду с питьем, еду с питьем, лучше лишний раз дать водички попить, чем лишний раз поедить, потому что, скорее всего... Да, если ему не хватает калорийности в воде, то дайте в эту воду меда. То есть если он может, ну, то есть если нет аллергии, конечно, если есть, значит, надо ее вылечить. Ну, то есть это уже такой момент. Вот. Если, значит, вода с медом, либо вода там, либо это сок, а не просто вода, то есть ну каким-то таким образом компенсировать. Вот. Но если ребенок постоянно тянется за едой, возможно, он не голой, он просто играется. Такое часто... Обычно это очень сильно пугает бабушек, что, ой, это же он не ест мясо, понимаете, он не наедается. То есть ребенок, скорее всего, просто хочет, знаете, как вот взрослые едят, и я тянусь. Но вот у него такая логика. То есть он наед уже прекрасно, да, твало. То есть все, вы уже по нему замечаете, у них обычно животички такие полненькие становятся. Это заметно. Он просто играет уже с едой. А взрослые думают, что он не наедает. Или вот это, когда ребенок начинает произносить первые звуки, это вот такой ад с родственниками начинается. Потому что когда ребенок произносит ням-ням, всем вокруг кажется, что вы его морите голодом, потому что вы же его травмой кормите, понимаете. Он говорит вот этот ням-ням, потому что ему просто интересно произносились звуки, он их изучает. Поэтому такой момент тоже еще есть, конечно. Здесь надо еще отметить, наверное, что главным показателем, наверное, сытости и несытости ребенка является увеличение его веса и роста в зависимости от его возраста. Да, это первый показатель. И второе – его активность. То есть, например, если он у вас поел, но после этого продолжает плакать или продолжает нервничать, то, скорее всего, ему была нужна не еда, а нужна была жидкость в молоке. Это тоже надо учитывать. И поэтому, если вы попробуете дать, например, ему немножечко… Кстати, а сколько немножечко водички ему давать? Опять же, понимаете, от возраста. Если мы говорим о возрасте до трех месяцев, то чайная ложка в сутки. Ну вот, если вы дали, например, нужную норму чайную ложечку, а постарше там уже побольше даете, да? Да, да, конечно. И видите, что он успокоился, то это как раз то, что ему не хватало. Потому что, например, сейчас у нас во многих местах жара установилась, и дети просто страдают обезвоживанием, просто потеют, потому что еще в квартирах, в домах жарко, еще многие бабушки приходят, ребенка начинают кутать, какие-нибудь там пеленки, там дедушки, на улице вроде жарко, хотелось бы ребенку, например, там ручки, ножки в сторону развести, чтобы ветерком его обдувало теплым, да? А он лежит там укутанный в этих простынях, в пеленках во всем остальном, потный, как я не знаю кто, как мышонок. Да, и уже потерял воды там больше, чем чайная ложечка, а мама мусичку сует, а он хочет воды. Вот это тоже надо учитывать. Так что просто смотрите за поведением ребенка. Не всегда ему нужна еда, иногда ему нужна вода. Вот то же самое, что и у вас. Ладненько, ладненько. Давай дальше. Вообще, вот не забыла, секунду, один момент. Значит, когда ребенок уже подрастает, ну там месяца после 10, они начинают вот копировать в одни взрослых. Это все, конечно, знают. Вот. И еще, значит, ребенка, надо занимать, понимаете, вот не надо обсуждать его жизнь вокруг еды. И все. Потому что у взрослых, это там вот лет до пяти, по крайней мере, ну вот я по-своему знакомую знаю, и медицина все на этом крутится. Значит, вся его жизнь вокруг еды. Боже, он не будет есть, значит, все, конец жизни. Если вы посчитаете на калории, то мы на самом деле детей всех перекармливаем. Всех. Вот, потому что, ну, чем, ну, наверняка знакомо уже тем, кто интересовался здоровым питанием, вот такое вот, такое выражение, что чем меньше мы едим, тем больше у нас энергии. Как это ни парадоксально, но это так. Потому что чем больше мы начинаем, значит, пичкать организм продуктами, тем больше мы энергии потребляем на ее расщепление. Вот такой момент. Поэтому, конечно, мы тут не про наеду, и понятно, что мы должны как бы питаться, тем более ребенок. Но вот это понятие, что ему надо очень много, потому что же он растет, это вообще глупо. Это все равно, что считать, что кусок мяса, которое вы съели, тут же прирастет к мышце, потому что же это белок, понимаете? Это очень прямолинейная логика людей, которые не понимают, что пища, которая выпадает в организм, она проходит колоссальное количество превращений. Вот, и только поэтому ребенок вполне может жить на воде. Ну, как на воде, на жидкости, неправильно выразилось, на жидкости. Например, особенно в летний период, это могут быть соки, овощные, фруктовые, любые. Это может быть вода с лимон, с медом. Это могут быть какие-то травяные отвары, и так далее, и так далее. То есть он может есть не так часто, но больше пить вот такой питательной жидкости. Потому что любая жидкость, которая не просто вода, которая является либо соком, либо любым овощным фруктом, либо водой с медом, это и есть питание клеточное. То есть у нас у людей отсутствует понимание клеточного питания. Мы все привыкли к питанию желудка. То есть у нас все думают, что мы кормим живот. Понимаете, что происходит? На самом деле мы же кормим клетки, клетки получают питательные вещества, они растут, не делятся там и так далее. Клетки всего организма, клетки костей, клетки ткани, органы и так далее, и так далее, и так далее. Как только мы это все поймем, так перестанет быть страх, что, о боже, 0-2 часа мы еще не поели, какой ужас, понимаете? Вот это, ну то есть не будет этого рабства еды. Поэтому не бойтесь, если вы там, ну то есть если вы не дали плотной пищи ребенку, но при этом он, например, там выпил стакан сока. Ну, например, там если ребенок, скажем, месяцев 7-9, он спокойно может выпить 150 грамм сока, наверное, яблочного, и он поел. Вот у многих взрослых непонимание, ты его поел, ты его не покормила. Нельзя, нет, я его покормила. Просто это питание клеточное, понимаете? Вот в чем еще момент. Особенно летом это актуально. Вот ты сказала про яблочный сок. Я так представляю себе тех, кто немножечко не понимает, что такое яблочный сок. Они сейчас ломанутся быстренько в магазин, купят банок или этих вот, как там, бутылок или пакетов с этим, восстановленным из порошка с различными ароматизаторами яблочных соками, и начнут пичкать детей, и потом скажут, что там, Наталья, там не то посветло. Имеется в виду свежевыжатый яблочный сок или яблочное пюре, которое приготовлено вами, и вы должны быть уверены, что это за яблоко, откуда оно появилось на вашем столе, и что там фермер с этим яблоком делал, чем он его пичкал, чем он его травил, чем он его защищал от всяких дучков, паучков и так далее. Поэтому ответственность перед вами стоит не только, чтобы накормить ребенка, а чтобы накормить тем, что подходит для ребенка, что не вредно для него, в общем-то, и что не вредно для вас. Еще надо отметить здесь следующее, что когда пучит живот, то он не только на спину влияет, он еще влияет на нижнюю часть грудной клетки, он распирает эти нижние ребра, и потом мы иногда видим, что у взрослых людей как будто ребра так вот торчком торчат. Бывает так, казалось бы, вот братья, сестры с нормальными ребрами, а вот этот раз, как говорят, не уродился. Да не уродился просто, в детстве очень сильно распирало, постоянно пучине, причем, видимо, не какие-то там первые месяцы, когда самофермерение было, а чуть ли там не до детского, не до школы там вот это вот все, распирало, пучило. Вот, ну ладно, давай еще два вопроса осталось у нас, которые я сейчас пока вижу. В чате у нас бурное обсуждение, как будто я попал на форум гурманов. Тут у нас про что только не говорят. Вот ты сейчас еще скажешь, обязательно там 10-20 суждений кто-то напишет. Итак, вопрос от Олега из Иркутска. Наташа, из твоих предыдущих вещаний, я понял, что ты противница употребления соли, но ведь соль, как тебе известно, участвует в водно-солевом минеральном обмене во внутриклеточном пространстве организма, а также во взаимодействии того же организма с окружающей средой, теплообмен, терморегуляция и так далее. Природная соль непромышленная. Во все времена у многих народов была на вес золота, так как она не содержится в достаточном виде в продуктах питания. Да и любимое лакомство у северных оленей это соль, кстати, я допомню, не только у них. Не считаешь ли ты, что твое авторитетное мнение, а ты человек публичный, может так или иначе негативно повлиять на здоровье людей, доверяющих мнению специалиста? Благодарю. Олег из Иркутска. Интересный вопрос. Вопрос, конечно, интересный, да. Вопрос, на самом деле, не такой простой. По поводу оленей весело. Ну, а любимое лакомство у, например, львов, это там дикое, что там у нас, что мы не взяты. Да газель какую-нибудь там поймаете, антилопу загрызут ее. Да, любимое лакомство у львов газель, а любимое лакомство там еще у кого-нибудь животного, еще что-то, понимаете? А хрюшки, они вообще какашки едят, да? Да, да, да. То есть, я не поняла, почему в полении, если честно, как бы вот людям. Так, вот на минуточку. Ну, да ладно. Значит, по поводу соли. Значит, вы, наверное, немножко неправильно поняли. Я не противник соли, я противник ее концентрации в нашем рационе. Значит, когда возникает необходимость солить продукты. если вы задумаетесь, то вы видите, что только в вареном виде. Потому что вареный, например, помидор, я уже об этом говорила, он теряет соль. То есть, эта соль становится более концентрированной, вот, насвязывается, вот, и практически вы ее не ощущаете. То есть, он становится никакой. Если вы этот же помидор высушите, опять же, я об этом говорила, то он, вы почувствуете, что он соленый. Поэтому я говорю о органической соли. Теперь, что касается соли, которые вот там добывали, на цена, безусловно, безусловно, да, как добавка к ощелачиванию, там, каких-то микрограммах, вообще там, микронах, я не знаю, в сутки, возможно, да, вот. Но не так, как мы сегодня это едим, понимаете. У нас солится все, абсолютно все. Значит, первое, второе, третье и компот. Ну, там, тесто, ну, короче, не буду прислять, в общем, вы все это знаете сами. Солится абсолютно все. Потому что, если вы продукт готовите, то есть, что такое готовить продукт, ну, как бы, в таком, в логическом понимании, это превращать его в неприродную, в неизвестную вообще человеку, как организму, форму. То есть, наш организм, как машина, да, вот представим его, для него, вот этот продукт, непонятен, что мы там из него приготовили, что-то выпарили, законсервировали, потом достали, чем-то нафаршировали, ну, в общем, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, да, какие-то там, добавили подсластители, подкислители, эмульгаторы, и прочее, ему это непонятно, поэтому он это будет противиться, воспринимать, то есть, вам это не понравится, проще говоря, поэтому, чтобы обмануть мозг, и вы смогли это проглотить, мы придумали это все дело солить, ну, или для нас придумали это дело солить, потому что соль, это, по сути, тоже наркотическое вещество, в больших концентрациях, значит, она обманывает вкусовые, она воздействует на вкусовые рецепторы, обманывает ваш мозг, если вы сильно посолите несъедобный продукт, вы его съедите, и даже не заметите, что он несъедобный, а так, в принципе, да, это консервант, это щелочной продукт, безусловно, только, употреблять это ежи, каждый, не знаю, прием пищи, совершенно не нужно, то есть, вы можете, и потом, присолить, например, продукт, не знаю, что там, салат, органическая, какой-нибудь, минеральной солью, один раз в день, это одно, а другое дело, сначала поставить кипятить воду, потом ее посолить, потом это все дело бурлит, бурлит, кипит, а потом туда кидать какие-то овощи, понимаете, то есть, вы ее вывариваете, она становится очень хорошо, такой, плотной структурой, то есть, приобретает продукт, вытягивает из продукта все возможные, в общем-то, вкусы, которые пока у него были, то есть, вытянуть вкус, иначе вытянуть минеральные элементы, вы видим эти эфирные масла из него, ценнейшие продукты, за которыми, вообще, в общем-то, которыми мы, в принципе, питаемся, вот, про наед, они питаются эфирными маслами, вот, понимаете, то есть, ну, я проще говоря, как бы, вдыхаем, когда мы дышим чем-то, мы тоже вдыхаем эфирные масла, то есть, когда мы нюхаем лимон, и он пахнет, это эфирное масло, когда мы нюхаем петрушку, и она пахнет, это эфирное масло, пахнет, то есть, это эфирные молекулы, вот это все вытягивается солью, жирами это вытягивается, вот, потом она же тянет на себя нашу влагу, нашу влагу, понимаете, то есть, она удерживает меня, вот, она не дает ей выходить, я уже молчу про почки, вот, наверняка, ну, не знаю, знаете вы или нет, Но первый продукт, который запрещается при почечных патологиях, это соль. Вообще в любом виде, вообще, категорически. Потому что если вы это будете игнорировать, просто смерть, просто. Вот в клинических случаях, когда уже там серьезный пилонист, серьезнейшей стадии, человек там в вопрос жизни и смерти стоит, да, но почки отказывают, то если он хотя бы грамм соли съест, то, в общем-то, он на пилонисте отправится. Это доказанный факт. Поэтому доказалось множествами жизнями, скажем так. Вот, поэтому вот такой момент. Я не противник соли как элемента. Я противник употребления ее в ненормальном количестве, понимаете? Ну, например, это то же самое, как Леша приведет, например, с медом. То есть одно дело, это по ложке есть, понимаете, там в день, да, или там в два дня, кому как удобнее, кому как надо. А другое дело, есть это каждые 2-3 часа. И везде, и во всем. То есть пошли купили батон какой-то, там соль, пошли купили шоколад, куда же, там соль, готовим еду, там соль. Во-первых, она из органической, в супах и прочих продукт становится неорганической, не природной, потому что вы ее варите, вы ее выварили. Это совершенно другой продукт. То есть то, что подалось термической обработке жесткой, это совершенно другой продукт на молекулярном уровне, и он будет совершенно по-другому воздействовать на ваши среды. Если вы потребите щепотку маленькую, какой-то соли природной, минеральной, если она минерализированной, вот, то, да, будет щелочная реакция. Но если вы ее сварите вместе с супом и с овощем, это будет неприродной реакции. То есть вы просто удержите влагу в организме, приведете к почечному отеку, и нарушится циркуляция крови. И, короче, там целая такая система начинается, что, ну, вот так, я же молчу о зрении. То есть зрение там тоже страдает еще как. Ну, я думаю, вот так вот я отвечу на этот вопрос. Хорошо ответила, на самом деле, потому что надо, опять же, учитывать индивидуальные какие-то особенности человеческого организма. Кто-то, например, там, лизнул в соли, ему на целого денег хватает, а кто-то ложку столовую съест, и как будто тут ни при чем. Так что вот это все надо учитывать. И я бы согласен, что те, кто употребляет много магазинных продуктов, а не изготавливает их дома из натур продуктов, те этой соли получают в большом количестве. Но, к сожалению, эта соль, она связанная. Это не просто соль, которая попала вам отдельно, как лекарственное средство, необходимое для существования вашего организма, для энергообмена, для ионных обменов и прочее. Эта соль уже связана с продуктами. А любое вещество, поступающее с питанием, оно по-другому усваивается организмом. Вот здесь надо понимать тот же самый эффект с водой. Если вы просто пьете воду до еды, теплую воду, чистую воду, правильного PH, которая минерализирована правильно, где натуральная хорошая вода, там, PH ближе к восьмерочке, то в этом случае у вас более-менее все хорошо. И потом, после этого вы кушаете, ваш организм насытился водой, шлаки вышли, клетки отдали старую воду вместе с тем, что они нужны. Ну, сходили, грубо говоря, в туалет, помылись, и потом приняли новую воду. Им хорошо. Все ваши железы водой напитались, и когда вы садитесь кушать, ваш мозг получает сигналы, какая пища идет, и что надо вырабатывать. Кислоту, щелочь, желчи и так далее. И достаток воды, он как раз обеспечивает эту выработку в нужном количестве. То же самое и с солью. Если вы соль просто употребили вот чуть-чуть для того, чтобы как-то подредактировать свое состояние здоровья, то в этом случае это одно. Ежели вы постоянно употребляете с питанием, то это совершенно другое. Здесь неправильная работа рецепторов может быть. Здесь может быть отложение соли там, где не нужно. Здесь может быть смесь соли с какими-то другими веществами, задержка воды там, где не надо, и так далее, и тому подобное. То есть это все очень индивидуально и очень интересно. Просто надо понимать, когда это употреблять, когда это не употреблять. Когда надо больше пить, когда, может быть, наоборот, стоит удержать воду с солью, когда-то вообще без соли, и так далее. Здесь надо быть просто ведущим человеком. Наверное, так. И в заключении еще один вопрос у нас остался. Вера прислала вопрос. Наталья, что нужно есть маме, чтобы повысить калорийность молока? Ребенку нет еще двух месяцев. Благодарю. Да, сейчас отвечу. Значит, я по поводу соли еще добавлю. Такая тема, на самом деле, очень практически, не знаю, на каждом каком-то мероприятии возникает вопрос с ней. Значит, добавлю еще момент, что вот тут были о ценности у разных народов, да, там в вопросе было что-то такое, этого продукта. Значит, я изучала разные там системы медицинские, в том числе сама их на себе я пробовала. Так вот, в традиционной натуропатической китайской медицине я не часто говорю, потому что там много чего можно взять, того, чего у нас уже вот как бы забыто, они это еще сохранили. Вот, значит, употребление стакана воды с чайной ложкой соли природной, не той, которой вы купили пакетико, да, вот, такой минеральный, нормальный, настоящий, значит, является природным антибиотиком. И это действительно так, с этим не поспоришь. Но посмотрите, что происходит, стакан воды, понимаете? То есть вы не съели просто соль, вы обязательно это сделали со стаканом воды, то есть она должна вымыть щелочной раствор, который вымывает среды организма. Ни в коем случае, никак, добавка, это, ну, классическая, и там уже тысячу лет тому рецепту. И вот действительно, да, хорошо помогает против каких-то бактерий, там, элементарных, да, потому что это щелочь, в общем-то, и те бактерии, которые не могут выжать в щелочной реакции, они, конечно, будут полюбать. То есть происходит выщелачивание сред, вместе с этим, с этой водой. Но никак не прием его, как просто, вот, просто элемента постоянно. Ну, вот, такой еще, добавка такая, как по прошлому вопросу. Теперь по этому вопросу. Что есть мамы, чтобы повысить калорийность молока? Ну, во-первых, понимаете, тут это такой индивидуальный случай, я же знаю, что есть мама сейчас. То есть, надо понимать, что она есть сейчас. Надо понимать, что она пьет сейчас. Вот. Что она ела до, то есть, во время беременности. Давай рассмотрим так. До беременности, вот просто представь себе среднестатистическую маму. До беременности это была обычная пища, в том числе шашлыки, про которые говорили. Ну, надеюсь, без пива, конечно. И не запивала шашлыки молоком. Хотя, если среднестатистическое, то это было, скорее всего, и молоко было, или в кофе, или отдельно. Ну, как-то где-то было молоко. Ладно. Вот. Да, бомба, да? Ладно, хорошо, оставили, разобрались. А сейчас, ну, что врачи обычно не рекомендуют? Это нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть, что там остается, какие-нибудь супы на мясном бульоне, где-нибудь там какие-то овощи, из того, что разрешено, опять же, гарнир, где присутствует мясо, ну и так далее. Скорее всего, так. Да, да, я поняла. Значит, я бы порекомендовала есть проростки. Вот. Это, по-моему, вообще настолько легко и ценно, и очень сильно калорийно, и питательно. Вот. Вот. Можно проростки, вот прям любые. Проростки гречки, проростки даже той же пшеницы, проростки Маша, ну, мы все знают, что это. Вот и так далее. Все, что проростки, там очень много энергии, очень много калорий, таких легких калорий, которые не дадут, как бы, тяжести никакой, не дадут вниманиями ребенку. Вот. То есть, понимаете, не повысит калорийность вам молока, не повысит калорийность мяса. Она повысит вам слизистость и забьет у вас и вашего ребенка энергию. Вот. То есть, калорийность, ну, там, жиры какие-то, те же самые. Если вы хотите жиры, то употребляйте непосредственно продуктивно. Например, это может быть, ну, не знаю, если там, да, человек употребляет, она лакария, там тоже очень много жиров. Это может быть льняное масло, вот, хорошего холодного отжима. Это может быть лен сам по себе, перемолотый такой, да, вот, прям вот ложка, ложками его там употреблять, добавлять его там в салат, например. Вот. То есть, там, где есть какие-то жиры в продукте. То есть, это, кстати говоря, что интересно, значит, семечки такие, ну, обычные семечки, да, там, эти пиквенные, потом что еще, ну, вот эти вот наши черные посолнечники, вот, значит, они запрещены карначьим материалом, вот. Типа, что может болеть живот ребенка, где-то масляный продукт. Значит, а мясо не запрещено, это не, это не жирный продукт, да, якобы, это, значит, можно. Ну, это, конечно, глупость, потому что, значит, если вы будете съедать, там, нажмению семечек, добавляйте в салат просто вот эти продукты. Значит, какие-то семечки, включая тыквенные, включая подсолнечник, лен, проростки любые, гречка пророщенная, это все добавляет очень серьезно калорийно, очень вкусная пища. Вот вы никогда не съедите проростков больше, чем несколько столовых ложек, никогда. Не по той причине, что их, то есть, ну, по той причине, что это очень калорийная еда. Ну, вот такие, вот такие могу рекомендации, они очень простые, вот, посоветовать. Часто приходится слышать от бабушек и дедушек для того, чтобы у тебя было все хорошо, и молоко, и косточки были крепкие, по пачке творога в день. А, это да. Это да. Ну, прокомментировать, да, это? Да уж прокомментирую, раз уж затронули. Да, ну, творог – это вообще, это просто отдельная история, значит, ни я не ела, ни мой ребенок этого не ест, и никому не могу это советовать. Это просто зло большое, значит, к сожалению, которое по планете входит. Значит, такой творог. Творог – это концентрированный белок. Вот то, что в молоке мы называем белком, это есть творог, это концентрат, концентрат вот этого белка, это и есть творог, то, что мы сегодня называем. На самом деле, вот когда я копалась вся эта история в древних медицин, в медицинских систем, я обнаружила интересную штуку, что творогом и сметаной раньше, там, несколько тысяч лет назад называли не продукт, как таковой, который мы сегодня знаем, а называли, это было состоянием. Ну, то есть, творог может быть ореховый, молоко может быть ореховое, понимаете, молоко может быть маковое, то есть, молоко и молочко, сметанка и творог, сметана – то же самое. Значит, сметана может быть кунжутная, например, понимаете, то есть, вот эти слова молоко, творог и сметана – это состояние продукта. Ну, как мы знаем, там, вода бывает паром, бывает льдом, понимаете, то же самое и здесь. Это состояние продукта, но это никак не привязано только к коровьему молоку. Почему это привязалось, я не могу пока что-то объяснить, честно говоря. Поэтому это состояние, вот этот творожок можно делать, например, из тех же орехов, из того же, как правило, больше или из семечек. То есть это, по сути, молоко, которое вы отжали, например, возьмем, скажем, миндальный орех или кедровый орех. Ну, как бы славянскому миру больше понятен кедровый, он более ценен, он дороже, он более питательный. Кстати, кедровый орех, когда беременными спрашивали, ой, я очень много их ела. Прямо невероятно, молоко было очень жирное, поэтому кедровый орех, миндальный. Ну вот кедровый самый ценный, прям много его можно есть. Причем вы его не сидите больше, чем вам хочется. Настолько хороший продукт, но настолько хитрый, что вы ему больше нормы вряд ли сидите. То есть, как только вам достаточно организм получил его, вы к вам тут же в этом не откажетесь. Все, достаточно. Вот можно добавить кедровый орех еще специально, обязательно, для калорийности. Значит, и по поводу молока. Значит, это что? Это вы берете, просто взбиваете, замачиваете этот орех кедровый. Вот, он там постоял, ну, в идеале, хотя бы часа четыре. Вот, то есть, мы там замочили, выберем, уже у вас готовый продукт. Потом это все, значит, в блендере взбили, отцедили, ну, то, что белое молоко, оно очень вкусное. Вот, туда можно добавить меда, там, или что-то вам нравится. В основном, добавляю для, как бы, сладости. Вот. А то, что вы, осталось у вас в марлечке, через который вы отсидели, это есть творожок. То есть, это, ну, по консистенции и по вкусу, в принципе, он похож. Вот. И потом он подвешивается, там, стекается лишняя жидкость, вот у вас творог. Все. Понимаете? То есть, что касается творога кровьего, то это очень концентрированный белок, очень тяжелый для поджелудочной железы. То есть, для его расщепления поджелудочная вырабатывает, значит, секреты, гормоны, не гормоны, не ферменты, ферменты, который называется припсин. Кислый, очень кислый фермент. Это тот же самый фермент, который расщепляет мясо. Поэтому, если вы едите творог, но не едите мясо, вот вегетарианцы, которые едят творог и думают, что он не вегетариант, они не вегетарианцы, я вас, как бы, острою немножко. Вы не вегетарианцы, если вы едите творог, молоко, вот, а тем более творог, потому что вы едите концентрированнейший белок, абсолютно такой же, который вы употребляете при носоведении. Но только в этом случае, единственное, никого не убиваете в явном виде. Ну да. То есть, грех на душу не берете? Ну, отчасти, отчасти. Отчасти, понимаешь, там же тоже теленок, там вся вот эта история. Ну да, да, да. Поэтому это такое, как бы. Вот, но, как бы, по отношению к здоровью, ну и потом вот этот вот миф про кальций. Там действительно есть кальций для теленка. Ну, как бы, наш кальций, нашего кальция там нет. Вот, потому что это неорганический кальций для нас. То есть, он вам впрок не пойдет. То есть, этот кальций будет откладываться в печени, будет откладываться в почках. В общем, это все остеопороз в будущем. Поэтому наши старики, вот, они в основном покручены, если вы обратите внимание. Они на молочке растут. У них в основном первое, что строят, это суставы. Их крутят. У них практически у всех молочная кислота в суставах находится в невероятных количествах. Я еще удивляюсь, насколько у нас резервы организма сумасшедшие, что люди еще при этом живут. Ну, там артриты, артрозы и прочее. Да, 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 да. Это все оттуда, да. Это все вот этот вот белок, который содержится именно в твороге, в твороженном молоке. Вот. Поэтому это да. И еще надо отметить, что ты правильно сказала, на мой взгляд, что если молоко уже остыло, то оно становится уже не очень полезным. И если оно с кислородом повзаимодействовало, то оно тем более становится не полезным. И получается, что, во-первых, ну давайте так проследим путь молока, да, его сдоили. Неизвестно, от какой коровы, неизвестно, чем ее, эту корову, пичкали, да. Неизвестно, какие у нее были болезни. Это как бы за кадром все осталось. Потом молоко остыло. Так или иначе, с кислородом оно связано было. Так или иначе, туда что-то подсыпали, чтобы оно не скисало. Если это молоко. После этого, что происходит? Ну, молоко сюда, сливки сюда. Да, это понятно, сепаратор прошел. Это уже не натуральное что-то. После этого надо, значит, молоко продали. Надо как-то творог сделать, там, молоко, сливки, сметану продали. А что осталось, что-то надо куда-то его девать. Ну, вот создают творог. Даже если там написано натуральный творог, то надо понимать, что, во-первых, от тех коров, которые уже там болезни и напичкания употребили. Дальше из молока, которое уже успело остыть, которое уже успело с кислородом соединиться, сепарированное молоко, где уже много чего не досталось. Дальше его нормализуют по жиру, скорее всего. Опять же, добавляют чего-то для того, чтобы была какая-то консистенция, добывалось. После этого его активно подогревают. То есть, получилось охлаждение, потом подогрев. Там уже вообще ничего натурального как такового не остается. И, естественно, опять же, чтобы оно хранилось, туда что-то, как правило, добавляют. И даже когда там стопроцентно, говорят, там творог из молока, но все равно, скорее всего, чем-то в промышленности его обрабатывают. Дальше его где-то везут, где-то там он находится с какими-то другими веществами, где-то там на него электромагнитные какие-то поля воздействия. Да мало ли что. И вот он приходит такой, его опять охлаждают. То есть, охлаждение, там опять нагревание, охлаждение, вот так несколько раз. И оно лежит, ждет своего покупателя. И вот после этого, опять, когда вы творог получаете, что многие делают? Кто-то его потребляет так, размешал с молоком, выпил. А кто-то начинает сырники готовить, еще что-то. То есть, это уже третичный, четверичный там. Или еще кто-то добавляет в варенье. Да, или там с чем-то еще. Потому что белок и сахар – это чистые дрожжи. Вот, в общем, понимаете, да? То есть, от натурального продукта это получается очень-очень далеко. Еще раз, хотите получить натуральный продукт, заведите свою корову и козу. Ну, если уж совсем вам хочется попить натурального молока, ну, заведите свою корову или козу. Или живите у бабушки, рядом с бабушкой, которая вот прям при вас это все дело надает. И сразу выпейте стакан молока. Ну, это хотя бы будет, ну, что-то похожее на природный процесс. Ну, хоть что-то. Но то, что вот творог и так далее вы употребляете, это уже вот просто проследите, сколько операций технологических было проделано, как там чем-то обрабатывали, от кого это пришло, где это лежало, как это доставлялось, какой, то мало ли что. Вот когда вы все это проследите, когда вы все это оцените, то, наверное, что-то начнет у вас в голове складываться. И тогда вы поймете, что это не самый полезный, даже если написано 100% натуральный продукт. И еще надо отметить, что очень часто мы встречаем людей с седыми волосами, причем в довольно молодом возрасте. Это говорит о том, что как раз какие-то продукты, в частности творог, создают в организме такие условия, что волосы начинают быстро сидеть. Вот если в большом количестве употреблять творог на постоянной основе, то волосы сидеют. И еще тоже такая неволажная деталь, тоже мое наблюдение. Можете обратить внимание, те люди особенно, которые много сидят за компьютерами и, как так получается, мало двигаются. Если вы употребили, в течение нескольких дней употребляете молочные продукты, в частности творог, вы можете обратить внимание на то, что появляется хруст в тех местах суставов, которые мало двигаются. Флойд доходит до того, что у компьютерщиков часто пальцы правой руки, которые они мышку передвигают, они как-то так разворачиваются, выворачиваются, какие-то наросты появляются, суставы начинают болеть и так далее. Это все необходимо понимать. Что не так это все безобидно, даже если написано натурпродукт. Натурпродукт – это когда животное или растение вот сейчас прям отдали и прямо сейчас употребили. Вот это натуральный продукт. Все, что подвергается обработке, натурпродуктом назвать уже можно с большой натяжкой или в некоторых случаях вообще нельзя. Хотя из натурального сырья изначально вроде бы делалось. Ну, в принципе, мы все вопросы с тобой расслабляем. Наверное, закругляться по сегодняшнему эфиру, подводить какой-то итог. Ну, в общем, да, мы прошлись по основным моментам. Я все-таки как бы вставлю опять копеек по поводу молока еще. К сожалению, даже то, что мы там супер прям с под коровы это выпьем, мы не уйдем от того факта, что все равно этот продукт не наш. Это однозначно. Я просто сказал, что если уж вы хотите на тур, то вот подойдите прямо к кружку, зачерпните свежею надоенную молока и выпейте. Или прямо надоете сразу выпьете. Более того, я скажу, что, как правило, человек долго такой продукт употреблять не захочет. По-любому ему захочет. Понимаешь, то есть люди, которые живут в Солах, они это компенсируют свежими овощами там с огорода. Понимаешь, это все очень сильно компенсируется. Вот это вот влияние этого продукта. Если это делать в рамках города, то это будет жуть, конечно. Если употреблять городские овощные овощи, которые привозят, и употреблять это привозное, даже хорошее молоко, то все равно это компенсировать ничего не будет, конечно же. Да, и здесь вот, кстати, вот говорят, а вот же там всякие в Индии живут молодцы, которые там до 100 с чем-то лет заживают и пьют только молоко. Так вот как раз тот же случай. Они не пьют молоко, привезенное из магазина. Они его употребляют от своей коровы, которую они сами кормят, за которой они ухаживают, и пьют свежее молоко, как это делают телята. Вот в этом случае они уже настраиваются в организм, там вырабатываются, живут те бактерии, которые могут это все переработать, и они этим занимаются постоянно. То есть их организм уже на это заточен. И корова их, и они ее доят в этом фильме. Да, это наша корова, мы ее доим. Вот это вот надо учитывать. Не сравнивайте себя городского жителя или жителя какой-то средней полосы России или ближайшей к России каким-то там СНГ странам, где вы живете в городских условиях, вам привозят бутылированное или в пачках молоко, непонятно откуда, и вы говорите, я буду как йога индийский. Да не будете вы как йога индийский. Езжайте в Индию, заведите свою корову, и вы там живите 30 лет, питайтесь только молоком этой коровы, и тогда еще мы на вас посмотрим, подходите вы под йогу или нет. Тем более, что там это с самого детства у них. То есть как ребеночек родился, он с самого детства пьет это молоко и питается этим молоком. У него уже изначально на это все заточено. Вот это надо все понимать, а не сравнивать постное с пресном. Да, продолжай. Ну да, я еще как-то скажу, что я так всех напугаю, но все-таки ради справедливости нужно отметить, что Индия занимает первое место по диабету, и занимает первое место среди всех бронхологических патологий, ну то есть всякие риниты, ларингиты, туда же, вся слизистая система. Потому что это слизь, конечно, от этого никуда не денешься, и у них там центр на центре, который занимается конкретно лечением вот этих всех процессов, значит, слизистых в организме. Это же все как бы тоже оттуда, ноги растут, конечно. Вот. Теперь по поводу итога сегодняшнего эфира. Ну, был такой запрос, у меня люди там звонят, пишут, как, в общем, как, чего делать, что. Я постаралась как бы объединить такие самые ходовые вопросы в какую-то систему, да, не знаю, советов, что ли, как избежать хотя бы, если уже пришлось кормить питанием, каким-то, да, не молоком грудным, как избежать каких-то ошибок распространенных. Потом постаралась я один вопрос, какие продукты можно применять ребенку там до полугода, до года, чего ожидать от этого, кому можно, кому нельзя. Вот. Ну, может быть, не совсем широко мы это раскрыли, по какой причине? Потому что все-таки это организмы, тем более детские. То есть нельзя сильно, здесь сильно обобщить нельзя. То есть, к сожалению, когда мы говорим, значит, ну, наверное, к счастью тоже, да, когда мы говорим о детских организмах, тем более, то дать какие-то очень обобщенные советы, которые подойдут прям вот всем, невозможно, потому что исходная ситуация сильно зависит от того, кто родители, чем они питались, что они какие-то таблетки принимали, понимаете, какие у них заболевания там были, да, в период беременности и так далее. От этого уже могут исходить какие-то рекомендации индивидуальные. Поэтому то, что вот возможно было обсудить, это я как бы упреждаю то, что многие могут сказать, ну, там что-то в общих словах мне рассказали, да. Вот, поэтому это как бы не шуточный вопрос, это детские все-таки организмы, и невозможно вот сильно обобщить. Вот, поэтому, значит, я немножко повторюсь о списке продуктов. Вот до года ребенку можно употреблять, просто как итог такой. Значит, овощи, фрукты, которые максимально нежные, имеют ярко выраженного ароматического вкуса. То есть это помидор, желательно желтый, если нормальная реакция, то и красный. Это лучше всего зеленая гречка, это яблоко. Гречка перемолотая, либо готовая какой-то промышленной фирмы, только опять же, как бы без добавок каких-либо, либо самостоятельно это делаете, только зеленую. Вот, потом обязательно соки, овощные, фруктовые, пожалуйста. Яблоко, морковка, это одно из самых лучших. Значит, груша сладких сортов. Вот такие вещи ребенку надо давать. Вот, это, они с удовольствием это едят. Вам не придется вообще иметь никаких проблем с заставляем, вот этим вот за маму, за папу и прочего, этого ничего не будет. Значит, это просто, можно с удовольствием просто есть. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, может быть, больше где-то что-то рассказать, какой-то, какой-то, но я же говорю, мы загнаны в рамки того, что это очень слишком индивидуальная тема. И не парим, желательно не парить, не жарить, не варить, а давать желательно то, что можно в сыром виде употреблять. Это вот тоже ты на это обращала внимание. И не потребляем ни сахара, ни соли. То есть, не послаживаем, не подсаливаем, не подкисливаем искусственно. Вот все, что там есть в этих овощах, фруктах, то и должно поступать ребенку в том виде, как оно есть. Да, вы понимаете, одну вещь. Если вы начнете, захотите дать ему огурец, его посолите, потому что вы так уже едите, вы так уже кушаете, то вы у ребенка, вы практически воруете у него возможность попробовать первозданность этого продукта. Вы уже сразу ему даете с допингом. Вы у него украли возможность почувствовать вкус настоящий этого продукта. Потому что если он срает его на огороде, то он там будет без соли, понимаете. Поэтому не воруйте вот эту возможность. Дать ему просто яблочко в соке, либо в тертой, дать ему просто огурчик. Пусть он сам решит, как ему удобнее. Либо он будет высматковать жидкость, либо он будет его надкусывать, да, и там что-то вышкрябывать пальчиком. То есть не лишать возможности познакомиться его с природными продуктами. Потому что потом вам это сделать не удастся, если вы приучите его к вот этим допингам, то есть компотик с сахаром. И вообще сразу, вот это вот, знаете, хороший момент я вспомнила. Все, когда начинают немножко зашли в ребенок, там месяцев с 7-8 начинают приучать к компотам. Замечали такую вещь? Почему-то не к сокам, к компотам. То есть сразу вывариваем это все, выпариваем, он там час бурлит, кипит, там уже от этих ягод ничего, никакой пользы не осталось. Там уже 300 градусов было. То есть все это вообще, это просто бурда. Понимаете? От этого брожение происходит. Потом, если после этого вы захотите дать ему сок, он откажется. Потому что в этом компоте он не поймет этого. Потому что он не может оценить ценность, он не может оценить вкус этого продукта. То есть если вы будете ему давать только вареный компот из вареного яблока, то сок из сырого яблока, он не оценит ему преимущества. Сколько, по-моему, это научительные доказывания, бегание в бутылочках, что это же надо, что это... Как правило, родители начинают отключать мозги на третьем году жизни, когда понимают, что надо что-то делать, потому что постоянно болеем, да, вот, и... А уже не могут, потому что вам будет сложно объяснить. То взрослому человеку можно объяснить, что хоть как-то достучалось, там, сознание какое-то начнет работать, да, понимание, что это просто надо, и человек начинает тебя заставлять. То ребенка это делать не сможете. И поэтому я бы 300 раз советовала подумать, прежде чем начинать давать ребенку компоты, вот, или там сильно вываренные супы. Потом момент еще, который хотелось бы обязательно подчеркнуть, ни в коем случае никаких вчерашних приготовленных, никаких... Я утром приготовила, поставлю в холодильник, вечером дам. Такого быть вообще не должно. То есть если вы даже делаете какой-то, например, овощ или пюре овощное, или супчик какой-то на пару, например, то есть овощи на пару сделали, вот, и потом это там перетерли для ребенка, то это должно быть вот тут же. Тут же. Это занимает 5 минут. Никаких вот этих, ну, которая остыла, потом вы это все греете, это вообще жуть. То есть у детей такого быть не должно, если вы хотите здоровый организм. Поверьте, оно вам втройне это все окупится, если не в 10-10 раз. Даже в вашем времени, в будущем, что вы не будете тратить на, во-первых, погоню по квартире, за маму, за папу, да, или там, я уже молчу о походах в больнице и прочее, прочее. Всего этот момент надо обязательно учитывать. Ну, я думаю, что если будет, как бы, интерес у людей, мы будем как-то продолжать подобные вещи, потому что, ну, огромная вообще беда с этим вопросом, если честно, потому что при всем доступе к информации, при всем опыте людей, которые это все прошли, и, к сожалению, вот невежество, оно плодится и плодится, и просто у меня такое ощущение, что вот, как бы, вот эта вот, не знаю, как бы сказать, пропасть между теми, кто пытается что-то донести, и теми, кто, как бы, всячески к этому противится, она еще больше увеличивается вот с появлением детей, потому что вот эти пугалки медицинские, что это можно, это нельзя, это страшно, это ужас, вы там во время временности не идите на нас, у вас не вырастет ребенок, ну, и такое бред иногда слышно, скажите, это там, сколько там миллионов индийцев, да, понимаете, то есть, ну, к сожалению, невежество, оно вот плодится, поэтому нужно защитить, хотя бы детей, то есть, хотя бы пока, я бы еще так это сказала, что, когда говорят, ты лишаешь ребенка, там, права выбора, так вот на это, значит, можно ответить следующее, что пока вы ответственны за его здоровье, да, пока он сам еще не сознательный, то вы имеете право выбора за него, то есть, пока вы за него отвечаете, он еще не может выбрать осознательно, поэтому, вот, я думаю, что надо повышать сознательность, поэтому мы над этим будем работать, в частности эфира. Хорошо, хорошо, такое маленькое дополнение, вот, когда я, уже будучи взрослым человеком, решил попробовать, а какой огурец и помидор без соли, я был удивлен, ну, нечилось ли, какой вкусный, интересный вкус, но это был мой сознательный выбор, я захотел испробовать натуральный вкус, потому что нас с детства, на самом деле, приучили, если огурец, разрезаем пополам, солим, растираем и едим, если помидор, делаем то же самое, и тогда, так вот, когда я это все попробовал, я был удивлен, насколько все вкусно, но с тех пор, если у меня попадается огурец, я его никогда не солю, ем так, если попадается помидор, я его тоже никогда не солю, ем так, и другие продукты, все удивлялись, ну, как же это может есть, это невкусно, я говорю, а вы пробовали? А самый ответ такой, а мы пробовать не хотим, потому что мы знаем, что это будет невкусно. Ну, ладно, давай, на этом мы будем уже заканчивать нашу встречу, благодарю тебя за столь интересное повествование, за то, что поделилась своим опытом, ты рассказывала о естественном, правильном детском питании, сегодня у нас 14 июля 2016 года, четверг, 13 день месяца получения даров природы, 7500 до 4 лет, а шестица по одному из трендаций календарей, а ты, это Наталья Чернова, чуть было не забыл сказать, Наталья Чернова, да, надеюсь, мы еще с тобой услышимся, наши радиослушатели написали, что надо, безусловно, продолжать просвещение, благодарю за интересный информационно-познавательный эфир, всего доброго, всех благ, благодарю за познавательный и нужный эфир, было интересно, и вот на этих позитивных очень отзывах мы сегодня и будем раскланиваться. Итак, с вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов и Наталья Чернова, а чтобы уже совсем соответствовать теме, поскольку мы ставили в паузах музыкальных колыбельную, я поставлю ту колыбельную, которая уже будет звучать привычно, та, которая, ну, не всем, наверное, большинству знакома, и очень красиво исполнена в исполнении, Анны Герман. Всего доброго. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова